Здравствуйте, во-первых. Рада видеть тех, кто вчера был, и очень рада тех, кто пришел новенький у нас сегодня. Ну что же, начнем сегодняшний день. Это, конечно, сегодняшний день, это такое логическое продолжение вчерашнего, но буквально для тех, кто вчера не был. Буквально несколько слов о себе, о том, чем мы занимаемся, и что будем делать сегодня. Здравствуйте, зовут меня Елена Антипина, я из Вологды, художественный руководитель, художественный директор, как угодно, Дома цветов. В Вологде у нас магазинчики, в Устюге, наверное, вы знаете, кто-то бывает иногда заходит к нам, и вот в Тотьме у нас есть еще один магазинчик. Чем мы занимаемся? Ну, кроме продажи цветов, то, что основная деятельность самого Дома цветов, у нас есть такая флористическая мастерская, она уже давно переросла из флористической просто в дизайнерскую, которая занимается вообще всем, чем только можно. От бутафории мы делаем огромных кукол, мы занимаемся оформлением сцен на разные праздники, занимаемся оформлением торговых центров, занимаемся разработкой и исполнением интерьеров самых разных, и магазинов, и домов частных. Занимаемся немного, сразу скажу, ландшафтным дизайном, только потому, что нам некогда мы не успеваем, вот, и всегда нужно чем-то заниматься более серьезно и глубоко, и просто такие маленькие, интересные для нас объекты мы выполняем именно в ландшафте. Что еще? Конечно же, постоянное обучение и кого-то, и самих себя, то есть мы постоянно ездим на учебы, ну, я лично уже, наверное, объездила, не скажу, что весь мир, потому что в Англии, например, я не была, так уж получилось, есть какие-то страны, но вот если начинать Тайвань, Китай, эту сторону с востока, да, двигаться, ну, и в Европу, если перемещаться, то это и Бельгия, и Голландия, и Франция, и Германия, особенно Германия, потому что флористическая школа очень близко, Европа, Европейская школа лучше всего, немецкая, Швейцария, Швеция и так далее. То есть это вот эти страны, где сами мы ездим и учимся, это очень важно, при этом московские, питерские семинары, которые мы посещаем, и с международными флористами, мастерами, и с нашими российскими тоже очень много интересного, делимся опытом и так далее. Ну, это вот буквально немножко о себе. Теперь, вчерашний день, который вы, результат которого вот работы такой группы, вы еще, вчера я не представила, просто сейчас исправляюсь, вот вы видите, бригада уже трудится в поте лица, как пчелки, а им вчера досталось, хорошо попрыгали, вот представляете, это все собирали, да, все это оформляли, делали под моим руководством, но очень много делали девочки. Это вот, пожалуйста, развернитесь на минуточку, покажитесь, многих, может быть, вы знаете уже, это работники именно Вологод, извините, Устюжского, Великого Устюжского Дома Цветов. Да, вот я тоже слышу, что я себя не слышу. Я на одну секунду, хорошо, просто мне поменяют вот эту пруду, как она так разговаривается. У меня тоже ощущение, что это... Сейчас вы пока просто подмогите, поисматривайте, что в зале, если не стоит. Так, извините, пожалуйста, за заменочку небольшую. Так вот, алло, сейчас будет слышно, он прошел уже на нашем. И так, посмотрите, здесь вот... Ага, спасибо большое, я зато спокойно говорю, а то уже начинаю кричать. Посмотрите, здесь с двух сторон, и справа, и слева вы увидите несколько таких композиций, назовем это так, которые предлагают вам различные стили оформления. Это может быть интерьерное оформление, это может быть витрины салонов, магазинов, это может быть даже внутри в доме в частном, какие-то элементы можно использовать. И мы, конечно, вчера больше показывали такие крупные планы, так называемые, да? Мы показывали, как это можно скомпоновать, не рассказывая подробно о приемах. То, что я приберегла на сегодня, и более того, я покажу еще много нового. То есть все, что сегодня я буду делать, это будет, конечно, другое совершенно. Здесь будет много уделено вопросам именно интерьерным, но основная тема, конечно, это техника. То есть мы будем использовать разные приемы на каких-то интересных формах, а вы дальше потом это, пожалуйста, можете применять в тех же витринах, компоновать как-то их в интерьерах и так далее. То есть ваша задача сегодня именно увидеть, я сегодня меньше прыгаю и больше работаю руками. Но опять обращаюсь, я обратила внимание на группу, помощниц моих, которые тоже будут нам помогать, чтобы вы, как и вчера, благодаря им, вы успели много посмотреть. Сегодня такой же принцип. Потому что если бы я работала одна, ну вот, сами понимаете, что может успеть человек. А вас так много, мне бы хотелось, чтобы вы сегодня много-много информации получили. И у меня еще хотелось бы мне представить своего такого бессменного помощника. Вот Светлана, пожалуйста, она всегда, меня везде сопровождает ее задача всегда все это организовать, поддержать меня морально. Очень важно для меня. Это такой тоже человек, которого я часто забываю говорить, так сказать, благодарности своей. Но вот сегодня я особенно, потому что тут помощь не такая незаменимая. Итак, начнем. С чего мы сегодня начнем? Я хочу начать с крупных форм. Это такие интерьерно-витринные вещи, потому что было озвучено, да, что сегодня витрины. Но я думаю, мы хорошо к этому подготовились, у нас витрин много. И некоторые элементы, которые можно использовать в оформлении витрин, мы с вами сегодня и посмотрим. Вы знаете, первая такая работа, которую бы мне хотелось вам показать, это, конечно, начало. Я потом приглашу себе помощницу обязательно. Я только начну сначала, покажу, каким образом. Несколько веточек, девочки, дайте мне, пожалуйста, березовых, чтобы показать начало работы. Вот все там, и там есть березовые веточки. Значит, посмотрите, из чего собирается, сейчас вот профиль покажу вам, уже готовую часть, потому что, если делать все, монтировать при вас, это будет очень долго. Используется стержень вот такой, металлическая трубка. Она может быть любого цвета. И если мы сейчас будем говорить об оформлении, кто был вчера, помните, эко-стиль, да? Сразу как пример, вот эта витрина в стиле эко, где используются природные материалы. И сегодня мы будем много работать с природным материалом, потому что все, что пригождается нам в интерьерах, всегда растет вокруг нас. Лежит уже годами в лесах. Спасибо. И опроволочка у меня все есть здесь. Ага, достави еще, Надюш, не уходи, тогда будешь вот тут вот ассистировать. Ага, вот эту опроволочку. Пока подержи, сейчас я покажу. Так, вот это вот на готове. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы используем металлические стержни, что можно вместо него? Ну, понятно, не все найдут, да? А, и самый простой, вот у меня тянет, так я не знала. Значит, самый простой способ. Можно что сделать? Можно взять просто палку, лопату, черенок, представляете, да? Это вам понятно. Можно сделать крестовину и лопату установить, вот этот вот черенок, этот от лопаты. Можно взять бетон. И мы, например, очень часто пользуемся бетонированием, потому что замечательно, в любом строительном продается смеси. Как навести их вообще не проблема. Делается только обязательно из коробки. Прокладывается целлофаном и делается коробочка, в которую вы форму заливаете. Что здесь нужно только помнить? Если вы используете деревянную палку, нужно вбить гвозди вниз черенка обязательно. Для чего это нужно? Цемент, бетон, цемент и то и другое, оно достаточно, скажем, не проникает в древесину и не цепляет. И когда древесинка все равно усохнет, или бетон там в конце концов расшатается, может развалиться. Поэтому армирование, оно необходимо. Вы буквально 2-3 гвоздя вбиваете вниз, устанавливаете черенок, безусловно, надо его закрепить где-то, чтобы он вертикально стоял. И заливаете эту форму бетоном, цементом. Все. У вас хорошее получается. Можно наделать таких очень много разных палок, с которыми в интерьере вы потом будете работать. Прикручивать к ним можно все что угодно. Начиная от елки из лапок, веток, кончая какими-то интересными формами, вот что мы сегодня с вами поделаем. Дальше. Что можно еще взять? Какое-нибудь выпилили в лесу, в подлеске, когда растут, знаете, такие уже тонкие березки, которые надо вырезать обязательно, иначе большие деревья там в лесу зарастают. Это может быть и вовые какие-то палки. То есть все что угодно. Если вы хотите не гладкую поверхность, да, такую очень четкую, а вы хотите что-то очень природное, да, вот бетонируйте также палки. Но вот это бетонирование, чем оно хорошо? Очень тяжелое. Не надо грузов никаких поставили, стоит крепко, никуда не денется. Ну, мы работаем вот с такими крестовинами, легкие, они с одной стороны, да, стоят хорошо. Сюда же мы фонари цепляем, когда нам надо, и накручиваем в самые разные формы. Итак, прежде чем я дальше закончу эту работу, я вам покажу, каким образом, посмотрите, вот как можно закрепить березовые ветки. Можно, конечно, взять вот так пучок, да, береза очень гибкая. Можно также взять дерен красной веточки, очень красивые. Вот они тут вот у нас, ой, извините, я закрыла, вот они, дерен красный. Можно эти ветки взять, они тоже сплетены, кстати, таким же способом. Можно взять ивовые веточки, но здесь очень важно, вот именно в этой форме важна вот эта вот ампельность, да, красивая, спускающаяся такая вот форма. Сейчас вы поймете, для чего это надо, ну, попозже немножко. Если мы вот так пучком привяжем, ну, что же, тоже можно. Но нет вот красивой такой плоскости, потому что, когда мы больше будем работать вот с этой поверхностью, да, вот с этой, не будет той нужной ширины нам. Или она будет менее такая лохматая, неровная. То есть мы плетем из этого коврик. Вот, Надюш, подержи пока. Я сначала покажу в готовом виде. Видите, здесь две полосочки идут из проволочки. Проволочку можно любую брать. Мы, например, в строительных магазинах покупаем просто черную тонкую проволоку, грубую. Больше всего она как раз и подходит к этим веткам. Даже если вы делаете для улицы работу, проволок чуть-чуть поржавеет, это тоже, это еще лучше. Когда немножко ржавчиной, патиной покроется, еще натуральнее выглядит. Но мы здесь работаем сейчас с проволочкой вот такой в оплетке. Это тоже очень удобно, ее не надо декорировать, потому что есть понятие декоративный материал и технический материал. Технический непременно надо закрывать. Если видны, например, от анкора. Есть там анкорчик, извините, пожалуйста, моточек анкора. Вот это вот чисто технический материал. Если вы им захотите что-то скрепить, однозначно надо закрыть, потому что это будет неграмотно, непрофессионально. Если вы используете вот такой материал, он уже в эко-стиле вообще идеален. Если, конечно, вы его сделаете в какой-нибудь изящной, элегантной работе, и вот это торчит, безусловно, это будет уже грубая ошибка. Поэтому вот вы стараетесь, когда определяете стиль, уже понимаете, что нужно взять. А вот если вы возьмете вот такую проволочку для скрепления, да, это уже вот эта бульонка. Она тонкая, красивая, она сама является декоративным материалом. Что вы берете, как вы работаете дальше? Смотрите, вот чтобы получить такой коврик, мы берем несколько веточек, их, ну, в данном случае, надо их выровнять. Сейчас я возьму вот эти секретторы. Есть тоже разные инструменты, есть секретры, есть вот такие ножницы садовые, вот мне они очень нравятся. Но вот это японские ножницы, конечно, это я уж так по ходу вам показываю. Это очень дорогой материал, не материал, а инструмент, да. Я их, конечно, работаю с ними в основном, когда работаю с живыми цветами. Они очень надежные, очень долго не портятся. Ну, во время работы вы всегда должны помнить, что рабочее место, оно должно быть чистое. Поэтому всегда закрепляется мешок мусорный. Очень рекомендую с самого начала приучать себя к этому, потому что когда у вас под ногами оказывается куча мусора, и на столе мусор, работы самой не видно. А то топтаться по листьям или по веткам, по палкам, по бумаге, по обрезкам, это тоже очень плохо. Поэтому всегда должна уже вырваться привычка работать с таким специально устроенным местом рабочим, на котором все крепится. И мешок, и разложены всякие рядом инструменты. Посмотрите, мы отрезаем две проволочки. Длина проволочки будет зависеть от размера коврика, который плетется, да. Я его, естественно, сейчас весь не буду, я только показываю сейчас прием, как я и обещала. Возьмем несколько палочек и прикидываем приблизительно ширину коврика, который мы хотим получить. Хотим такой, это не значит, что надо взять длинную проволоку, потому что, вы знаете, когда ляжете или там что-то делаете, вышиваете или шьете, нитка длинная, значит, там потом занимаемся разбутыванием, да. Поэтому берем, вы потом всегда успеете прикрутить. Посмотрите, как выглядит начало работы. Мы взяли палочку, верхнюю проволочку так в два раза сложили и сделали несколько скруточек. Чем хороша проволока? Ничего связывать не надо, да. Вот тогда вот скрутили, оставили. Взяли вторую проволочку, пониже. Если вы делаете длинный коврик, да, вот нужно, чтобы полотно такое крепкое, длинное было, вот тут у меня только два полосочки. Можно сделать три, можно сделать пять. Это все напоминает нам с одной стороны ткачество, только в ткачестве там ниточки вот так друг дружку, да, и все и прокладывается. А здесь мы еще между собой переплетаем. Есть еще один маленький нюансик, который вы можете потом использовать. Если вам нужно получить ажурное полотно, не плотного, вот так палочка к палочке, да, вот как я набираю, да, у нас достаточно маленькое расстояние, видите, получается. Если вы хотите получить ажурное полотно, мы тоже этим часто пользуемся, вы делаете просто много скруточек, только плотненьких, чтобы они хорошо держали. И вот посмотрите, когда я сделала несколько скруточек, уже у меня что, появилось расстояние, видите, да? То есть все зависит от того, цель, какую вы преследуете для того, чтобы собрать на такой коврик. Ну, в данном случае мне это не нужно. Я буквально две-три палочки привяжу, больше я вас утомлять не буду, мы дальше будем двигаться уже в направлении изготовления работы. Итак, скрутили, прикрутили одну, тут же внизу вторую. Вот у нас уже пошел с вами ряд. Это немножко напоминает коврик, напоминает заборчик. Можно таким способом, кстати, очень красиво обрамить горшочек пластиковый, который вы, например, купили растение в пластиковом горшке. А вот на декоративный горшочек пока средств не хватает. Тут все понятно. Поэтому вы можете и сами, даже если средств хватает, а хочется какое-то очень индивидуальное сделать, кашпо какое-то индивидуальное. Причем вам не надо делать дно, достаточно сделать такой заборчик, вокруг горшочка обкрутили, все, у вас очень красивый получается такой кашпо, такой декоративный забор вокруг растения. Особенно, если вы это делаете, конечно, в какую-то такую витрину или делаете это дома, у вас деревянный подоконник или какие-то интересные предметы, стоят такие кантри. Следующую палочку, еще смотрите, момент интересный, здесь вы можете пока или равнять сразу, но для этого спил, вот этот срез должен быть сразу прямой, ни в коем случае никаких оборванных кусочков. Либо вы сразу это делаете, либо потом, когда работа закончена, все быстренько взяли и подрезали, понимаете, да? Как видите, ничего сложного, все очень просто. Применение найти можно где угодно и так далее. Вот я вам сейчас буквально несколько таких сделала палочек, чтобы вы представляли, посмотрите, что тут происходит. А здесь, да, слой тут ровный, а дальше немножко идет уже движение такое хаотичное, поэтому вы тут тоже смотрите. Если вас интересует ровная плоскость, то тоже веточки разворачивайте так, как вам надо. Если она, вот она, видите, какая сразу ребро создала, нам этого не надо, мы ее разворачиваем в том направлении, в котором нам надо, и потом фиксируем. Для этого можно сделать еще третий ряд, тогда он уже на свет встанет и никуда у вас не двинется. Надя, возьми, пожалуйста, мне. Вам понятно, да, здесь ничего сложного нет. Теперь дальше, давайте перейдем теперь к применению. Вот мы с вами уже... Закрепила я уже одну такую планочку, причем, посмотрите, я взяла, задекорировала палочку белым, потому что мне захотелось, чтобы немножко что-то такого хотя бы со снегом было. Я еще приготовила себе вот такой шарик, мы вчера его пристраивали, шарики безумно люблю вот эти, поэтому можно сделать, создать эффект. Посмотрите, ощущение, как будто у меня через шарик перекидывается, да, не на палочке, а через шарик. Тогда надо будет вот эту палочку просто сделать покороче и не делать ее белой, правильно, чтобы на нее не было внимания никакого. Аккуратненько все вот это вот делается, деревянная палочка, но момент один очень важный. Я ее прикрутила здесь именно анкором, вот этим вот. Надя, дай мне... А куда Надя делась? Надя! Надюш, вот там вот коротенькую, такую простенькую палочку и брюзовую веточку открути мне, пожалуйста, чтобы показать, как это прикручается. Значит, смотрите, сейчас сразу же покажу, как закреплять. Потому что бывают проблемы, можно крестовинку, если деревянная палка, никаких проблем. Пришурупили, да, шуруповертом, насквозь и все. Но мы работаем с металлом, металлом уже сложнее. Можно наделать дырок, но представьте, у вас нет ничего под руками, у вас есть только привычные материалы, которыми вот мы работаем, да, и железная палка. Естественно, возникнет вопрос, как присоединить. Надюш, ты скоро там... Ты любую тащи, я отгрызу, что мне нужно. Так, значит, возьмем пока... Ага, давай-давай, вот все отлично. Вот даже вам какие красивые, нашла нам, видите. Как вариант, вот мы можем... Сейчас я вот эту только уберу, а то они у меня пока с цветами не работают, у меня таких и будут, как большой любви к ним хватать. Так, есть вот такие изогнутые красивые веточки. Только вы должны помнить, что если есть вот такое движение, да, то ни в коем случае вот такую красоту кажется... Ой, а вот эту бы целиком приделать, да, уже что происходит, да, спор с движением. То есть обязательно одно движение, раз оно такое, значит так, размер приблизительно прикидываем, убираем все лишнее. Ну, небольшая рогатинка присутствовать может. И затем мы берем, посмотрите, вот часть я уже пристроила, есть. Теперь давайте посмотрим, куда можно направить вторую. У меня два полотна таких, вы видели, да. Куда вторую линию? Можно направить туда же. Вспоминаем вчерашнее, да, напоминаем тогда, о чем мы вчера говорили, да, когда работаем над композициями, какие требования? Цвет, форма, фокус и баланс, конечно. Если мы туда же направим, мы должны понимать, что у нас тут-то происходит, да. Если тут нет ничего, это пространство, то, конечно, у нас немножко произойдет вот этот перевес по балансу. Как можно, если вам очень хочется в одном направлении двигаться, тогда мы с другой стороны, что будем? Балансировать, правильно? То есть мы будем какие-то предметы размещать, например, вот такие вот шарики. Сейчас, чтобы он зацепился, самое главное у нас здесь никуда не свалился. Раз. Надюш, дай мне мой коврик. Если мы берем второй коврик, он у нас еще длиннее, кстати, обратите внимание, я тоже это специально сделала, он более длинный. И, посмотрите, я беру еще один коврик, располагаю в этом же направлении, допустим, да, и тоже тогда снизу, да, я добавляю какой-то еще балансирующий элемент. Это может быть шарик, такой же вот снежный комочек. А я могу и также расположить это в другом направлении, как я сейчас. Надюш, ты мне теперь очень нужна будешь. Сейчас мы закрепим, снимаем пока. На самом деле, шарик у меня здесь неспроста, можно и его использовать и в том, и в другом случае, но помнить очень надо будет про баланс. Итак, следующее направление, которое мы возьмем все-таки, если мы имеем дело с хорошим большим залом, с пространством, мы возьмем движение в другую сторону, но не в противопоположную, да, а немножко смещаем сторону зала. То есть в любом случае мы не по центру ставим, в любую свою композицию ставим, как правило, вы знаете прекрасно, в какой-нибудь угол, ну так всегда получается. Либо в угол, либо на какой-то стене. Поэтому всегда у вас есть изнаночная, да, задняя, теневая, так называемая, вот в букетах всегда есть теневой цветок, теневая форма и теневая сторона. Вот она у нас сзади, да, и есть лицевая сторона. Вот мы на лицевую сторону с вами сейчас и поработаем. Итак, мы закрепляем, сейчас сначала, подержи секундочку, я должна четко понять, куда я хочу двигаться, да, в каком направлении. Заправляем вот таким образом. Движение вот у нас получается с вами, посмотрите какое, да, не надо прямых углов ни в коем случае, то есть либо чуть больше, либо чуть меньше. Идеального прямого угла, такого, что друг на друга вот под 95 градусов, конечно же, тоже не надо. Ну и желательно, чтобы они все-таки разделены были. Вот сейчас у вас есть впечатление, что они, да, не пересекаются. Четко группа туда смотрит, группа туда. Надюш, фиксируй. Сейчас мы закрепим. Там, девочки, еще кто свободен, синдепончика нам кусочек, пожалуйста. Можно прямо от витрины откусить, потому что у нас он весь уже задействован. Подожди, вот эту палочку или вот эту? И, Надь, вот так. Даже можно задрать вверх, потому что вы видели, какие ветки, они очень сильные. Сильные и очень тяжелые, они все просятся вниз, поэтому мы немножко края задираем. Вот, спасибо большое. Так, и прикрепляем. Вот здесь вы должны помнить, что очень-очень мощная должна быть, мощная связка. Почему я использую анкор? Вы можете, ну, анкор это наш такой профессиональный флористический материал, он только в таких магазинчиках продается, флористических. Вы можете использовать даже простой скотч. Только вы должны помнить, что надо хорошо-хорошо накрутить. Я в таких случаях, сейчас только не уходим, я в таких случаях еще предлагаю проволокой зафиксировать. То есть, замотали. Если вы начнете с проволоки, что будет? Она будет елозить и тяжело будет дальше. Поэтому вы сначала замотали, потом закрепили еще проволочкой, и потом только дальше начинаем работать и декорировать. Вот видите, этот вот кусочек, я почему там оказался синтепон, да, я ее замотала. Я сейчас покажу просто еще другим способом, как тоже синтепоном, но уже не длинную полосочку мы будем маскировать, а только делать такую шишечку. Там где-то пистолетико, ага, есть. Вот, возьмем кусочек синтепона, великолепный материал. Мы просто не перестаем радоваться, что его изобрели для флористов и для декораторов. Это одно из самых-самых таких любимых зимних материалов, хотя я вам скажу, летом иногда приходится им поработать, но уже в качестве наполнителя. И делаем такой вот клубочек еще и узелочек, видите, да? Ну, крестик, да, ну ничего страшного, крестик этот виден у нас не будет. Заклеиваем. У нас есть очень важный, сейчас в любом строительном магазине, я знаю, у вас продаются такие пистолеты? Нет? Есть. Есть. Это такой очень... Что-то тут не понимаю я. Происходит, сейчас поправим. Пальчики уберем. Видишь, туда у меня не проходит. Затекло. Ну, все, спасибо. Пришла. Вот немножко капнули и заклеили. Все. Такая шишечка, видите, то полосочка, ну, вы понимаете, что должно и тут, и тут быть одинаково. Я вам просто примеры показываю, чтобы вы понимали, насколько это, ну, сколько разных вариантов можно, так сказать, использовать в декоре. И вот сюда тоже. Не, 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 все. Еще горяченькие. Закрыли. Теперь смотрите дальше. Теперь самое сложное. Здесь, конечно, я вот, как бы я и одна, может быть, справилась, поковырявшись чуть-чуть там, но это было бы дольше гораздо. Мне не хочется вас сильно, так сказать, занимать, утруждать вас, так сказать, ваше внимание. Поэтому мы сделаем с Надей вместе, она мне поможет, нажимая вот на эту часть, и почти вертикально держишь, поднимая до упора, до связочки. Вот, посмотрите, только тогда мы получим хорошее движение. Если вы, опускай, будете делать так, закрепляете, оно в конце концов все равно опустится. У вас очень сильное должно быть напряжение. Так неправильно мы надели, с тобой снимаем и чуть-чуть перемещаем. Вот, смотри, чтобы точно посерединочке была. Еще давай сюда, ну, как все видно, хорошо. Вот так, поехали. Так, и прям вот, держи до упора. Вот так вот. Вот, смотри, только чтобы связочка была вот тут напротив. Теперь смотрите, что делаем дальше. Отрезаем кусочек проволочки, проволочка все время в ходу, и продевая здесь через несколько веточек, сначала закрепляем серединку. Здесь я, может быть, даже возьму сейчас двойное. Закрепили. Вверх, ничего особо тут не видно, декор тамальный, все закрыто. И назад. И сейчас сразу же закрепим боковые веточки. То есть вот эти вот части прикрепим сейчас на... И отпускаем, теперь отпускаем, смотрим, значит, еще натяжечка, еще ниже. Если сильно ушла, значит, мы делаем еще пониже, еще одну скруточку. Таким образом, чтобы у нас как можно выше держался наш коврик. Дело-то в том, что это только основа композиции. Вы понимаете, что с этим дальше что-то должно происходить, да? Ну, какие у вас версии? Что с этим можно сделать? Как дальше декорировать можно? Есть предложения какие-то у вас? Ну-ка, давайте подумаем. Ну, конечно, конечно. Речь-то, чувак, погода. Снежочек. Кто нам обещал снежочек-то? Где Верочка? Вениамин, да? Вы говорили, что после сегодняшнего занятия. Вот, оказывается, я сегодня выглядываю в окошко и думаю, ну, наверное, для Устюга это нормально. Вчера еще было все сухо. Отпускай. Сегодня уже снежок. Вот, смотрите, достаточное движение. Здесь несколько веточек. Вот уже не сама плела коврик, да? Когда плетете, обязательно смотрите, чтобы все веточки были послушны, чтобы они ложились в определенное движение. Вот, видите, торчит какая-то. Ну, нет, стричь не будем. В общем, здесь есть вариант заплести, да? Вот, если вдруг кто-то попался, такой суперактивный, мы его туда запрячем, заплетем, и еще на него именно груз повесим. То есть, для чего у нас это все нужно? Эти все вещи, они все хорошо приплетаются. Так, что у нас в результате получается? Чуть-чуть отодвинемся от бука, от сцены. Тут там, что у нас еще заготовочки каким-то образом проникли. Вот сюда. Так, давайте, подожди, подожди. Потому что у меня все, чтобы не запутаться, все сгруппировано. А есть какие-то, посмотрите, как сопелька повисла. А тоже нам, да, не подходит. Поэтому, вы уж извините, я привыкла так образно, потому что это часто, ну, скажем так, запоминается лучше некоторые моменты. И, естественно, примеров много в жизни всяких подходящих. Значит, смотрите, вот заплетаем и смотрим, чтобы, посмотрите, у нас такой получился уютный домик там внутри, да. Дети любят завязать, как правило, такие устраивают для себя уютные уголочки, в которых можно посидеть. И теперь краешки я Наде дам кусочка. Один край закрепит, я второй. Значит, смотри, вот здесь вот проволочкой зацепила, да. И вот здесь. Обязательно закрепляем края, потому что, когда начнете работать, начнет это все двигаться, елозить. Это мешает часто. И, кстати, бывает, часто разрушает саму композицию. Для баланса мы сейчас закрепим шарики наши с обратной стороны нашего коврика. Вот так закрепили. Можно грузики подвешивать, можно вообще целые здесь истории затевать, да, вот такие вот, чтобы как-то интересно композиция выглядела такой теневой, вроде бы как. Следите за тем, чтобы, да, все веточки были подкусаны. И еще один моментик, чтобы вот у нас та, которая хорошо зафиксирована, центральная веточка, к сожалению, мы взяли, сейчас еще, взяли за мягкую ветку, и она не сильно хорошо держит. Вот так вот, подержи еще, вот за эту надо еще зацепиться, тогда у нас точно падать никуда ничего не будет. Видишь, да, вот это вот. То есть вы тоже выбираете, есть тонкие, есть потолще. И желательно, когда вы уже знаете заранее, что вы будете делать, армируйте в центре хорошую ветку жирную вставляйте, за которую вы потом будете цеплять. Поэтому вот тут вот мы у нас как раз рядышком, ага, еще, 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 вот так отлично, то у меня не хватает. А вот закрепляем, и вот конструкция наша практически готова. Отпускаем. Во, все достаточно хорошо. И теперь мы закрепим там, где нам нужно, да, с одной стороны шарик, мы его прям вставим сюда жестко, закрепляем. Держи. Это будет у нас для баланса с одной стороны, можно даже закрепить, знаешь, какую-то завесочку. Потому что леска в данном случае нам не нужна, нам надо плотно посадить, поскольку мы прям забиваем туда шарик. Придержи его. И закрепляем на проволочку. Второй шарик ты сама прикрепишь, я дальше буду рассказать, хорошо? Так, ну и что у меня есть? Как в волшебном сундучке, всегда у флориста много чего припасено. Отпускай, висит. И вот второй шарик так же плотненько под этот забьешь. На, держи. Этикетку только сними. И полочку тебе дам. Так, действуй. Инструмент свой, у меня ничего не забираем. Так, и теперь давайте посмотрим. Чуть-чуть у нас они так палочку согнули. Еще пожестче, конечно, нужно площадочку. Ну, дальше мы начнем завешивать. А где у нас? Вот оно. Так. Есть, девочки, а еще коробочка была. Вот это у меня для... Сейчас параллельно начнем композицию делать. Еще была коробочка, где снежин... Хотя, снежиночки твои давай, которые ты мне сегодня вначале прикрепляла. И пока Надя подвешивает шарик, где мне отсюда спуститься, сейчас одну минуточку, я уже буквально покажу вам еще один декор для интерьерной работы. Посмотрите, очень простой. Вчера, наверное, вы думали, что за ваза там стоит, да? В центре зала. Вот она. Простые ветки. Причем ветки два года этим веткам. Как видите, хранится все замечательно. Главное, вы потом уберете. Посмотрите, эти веточки только слегка еще подкрасили, подбрызгали. И самое здесь важное, это, конечно, сначала закрепили огонечки. Обязательно либо прозрачный шнур должен быть, или белый. Конечно, если огоньки на черном шнуре, ну никак сюда это не подходит. А вот если вы будете работать с березовыми ветками, наоборот, можно как раз черным шнуром и с огоньками, если захотите, конечно, это сделать с подсветкой. И теперь, чтобы, вот обычно я как сюрприз показываю, как это загорается красиво уже с игрушками. Сейчас мы сделаем наоборот. Сейчас объясню, почему. Подключай. Когда вы начинаете распределять материал, вы должны уже видеть. Сейчас я не хочу на вас впечатление, вернее, хочу, но в данном случае цель другая. Чтобы понять, посмотрите, вот оно загорелось, да? Чтобы понять, куда что развесить и как работает гирляндочка. А что это она как-то странно работает? Половинка работает, половинка. Или их тут две? Да две разные. А они обе зажжены? Да. А, ну все. А, это они начинают тут между собой разговаривать. Хорошо. Слушай, они так и будут краешек туда закреплять. Есть у нас такие игрушечки. Так, это вам сюда. Стой, приготовься. Вот, давай мы тебя, Катюш, туда теперь подвинем, чтобы они друг другу не мешали, да? Есть у нас игрушечки специально приготовленные. Мы взяли сюда снежинки с переливом. Почему? Потому что, смотрите, как только появляются огонечки, да? Огонечки очень красиво. Ну, вот сейчас светло, они и так красиво, вот эти снежиночки играют. Но если вы развесите именно с огонечками снежиночки и шариками вот с такими, да, то у вас сразу мерцание огоньков. Вот что-то вот это как-то не хочет работать, насколько мне известно, да? Или она загорается, нет? Не загорается. Девчонки вешали, не проверили. О, а ты что, что ты ее выключил? А, тогда попробуй там чем-нибудь анкорчиком приклеить. Дай, анкор, нам. Приклей, чтобы работало, надо обязательно, чтобы все работало. И вот сейчас девчонки займутся самой простой работой. Видите? Напряжение 0, да? Собственно, что развесили, развесили, огоньки развесили. Веточки покрасили, все. Никакого особого такого дизайнерского знания и умения тут тоже не нужно. Но зато какой получается интересный эффект. Возьми анкорчиком, прикрепи, да и все. Приклеи, чтобы оно не болталось. Так, ну а мы вернемся с Надей к нашей работе. Первое, с чего мы начнем. Тут у меня где-то бусики были, ты не видела? Вот они. Смотрите, с чего мы сейчас начинаем делать. Всегда, если вначале я вам говорила, да, вчера, что мы начинаем распределять крупные предметы в интерьере, в каком-то, да, а потом только переходим на мелкое. То вот если речь идет о бусах, то всегда начинают, наоборот, с бус. Елку наряжают с бус. А почему так делают? А потому что, да, сначала огоньки повесили, потому что провода, да, потом бусы повесили, потому что в них запутаться можно, если мы потом с игрушками будем это делать. Поэтому такая последовательность должна быть. То же самое делается и с бусами, которые в композиции используются. Единственное, вот я сейчас вижу проблему определенную, мне надо ее поправить. Посмотрите, как прогнулись концы, да, вот эти кончики. Они сломали мне форму. Здесь нужна была очень крепкая палочка, а береза сама очень гибкая. Я думаю, у нас есть там сосновые веточки. Они такие уже старые, потому что химпо ищи пока. А я расскажу о том, что будет происходить дальше. Итак, посмотрите, есть очень легкие, красивые, такие, возьму уже теперь проволочку, бусики. Их я буду резать. Здесь много коробочек, посмотрите, вот мы все делаем. Сами декорируем их, тоже, может быть, кому-то будет интересно, для интерьеров, для различных. Симпатичные получаются, очень симпатичные, с различными тоже природными материалами коробочки. Итак, мы возьмем бусы. Посмотрите, они тоже очень красиво на свету переливаются, имеют такую более нестандартную форму и немножко напоминают вот эти капельки сережки, березовые. Есть? О, такой дубинок, мощнее. Надь, инструменты для себя обеспечьте сразу, девочки. Так, и теперь давайте посмотрим, как же мы их будем запускать. Вот, посмотрите, если я начну бусы отсюда крепить, что я должна всегда учитывать? Чтобы они где-то прямо не лежали. Вот, посмотрите, я профиль сейчас поверну вам, и видно вам или, наоборот, лучше в эту сторону. Вот, посмотрите, что происходит, если я бусы настилаю прямо сверху. Вот, совершенно правильно. Не повторяют форму, а проваливаются. Они же тяжелые. И не направляют. Если бы были на проволоке, это было бы другое дело. Поэтому куда мы только бусики будем цеплять? Где естественное движение идет, туда мы с вами и цепляем. Надя, берешь проволочку тоненькую, вон ту, вот бульоночку с той стороны. Потом, сейчас уж начнем делать, потом потихонечку закрепим. Да. Куда пошла? Вот она, вот она, на крышечке. Так, обрезаем. И смотри, я тебе подаю, и ты за торчащие палочки прямо вот закрепляешь. Только спинкой не стоит. Вот сюда, или с той стороны. Вот сюда. Прям бери проволочку сюда и за самый кончик цепляем. Мы сделаем несколько спадений. Вот сюда, мне очень неудобно с этой штучкой. Так, несколько делаем спадений. Можно коротких, длинных. Посмотрите, у нас здорово то, что до самого пола практически веточки падают. Нарезаем кусочков несколько. Они должны быть все разной длины. И, как я уже сказала, очень напоминают. Посмотрите, какие сережки. И форму мы тоже не зря вот такую удлиненную немножко выбрали. Так, делается это очень все быстро. Дай мне, пожалуйста, проволочки кусочков. Дело-то в том, что... Мне кончик только надо. Смотрите, дело в том, что когда вы такую работу выполняете, вы сначала заранее накрутили себе побольше вот таких бусиков. Потом только... Здесь даже завязывать не надо. Достаточно одним кончиком сделать несколько виточков. Все, никуда не денется. Проволочка... Гусики, вернее, легонькие. Да? И выбираете, конечно, для таких. Вот, посмотрите, начинает мерцать. Значит, что Надя у нас сейчас делает? Она у нас начинает прикручивать такие капельки. Причем, смотрите, очень важно, чтобы они шли не на одном уровне прикрученные, а на разных. Можно даже за самые кончики небольшие. Понимаете, да? То есть, если хочется, вот эту... Ну, эту мы прижмем другим. У нас есть материала много всякого. Мы прижмем другим. Так, на тебе кусочки. Быстренько на них накручиваешь проволочку. Маленькие кусочки. Набери себе сразу побольше. И прикручиваем. И надо будет на эту сторону. Сейчас пока Надя будет это делать, а я закреплю все-таки березку, чтобы она у нас получилась той формы, которой нам надо. Так. Так, здесь у нас работа кипит, да? Не забывайте про теневую сторону, то, что стоит к стеночке, да? Побольше добавляйте, если не хватает. Добавляйте, чтобы у нас такое снежное-снежное, белое, красивое настроение было. Интерьер белый, с такими огонечками. Пожалуйста, альтернатива новогоднему оформлению елки, когда это, допустим, какая-то очень уютная, современная спальня, или это может быть интерьер какого-нибудь магазинчика нижнего женского белья, очень изящного, или свадебный салончик, куда угодно. Здесь уже фантазия ваша и желание. Это все. Вот, пожалуйста, в такой композиции. Можно взять... Мы взяли белые цветы, можно... Ой, цветы, извините. Привычка. Взяли белые снежинки. Вы можете использовать, например, красные шарики, если хотите создать какой-то контраст. Значит, Надя, вот гусики лежат, пожалуйста. Себе нарезаешь. Теперь, посмотрите, кроме этого, мы возьмем снежинки. Причем снежинки несколько разного качества. Они уже заготовлены у нас. И вот как раз их мы взяли на лесочке, чтобы совсем прям, посмотрите, легко-легко смотрелись. И даже я не нижний, допустим, да, а куда-то заправляю внутрь лесочку. Так, чтобы... Да, на лесочке я делаю. Не на проволочке, а именно на лесочке. Чтобы не видно было связки совсем. И чтобы у вас было ощущение, что это вообще отдельно порхает в вашей композиции. Все очень нежное, очень легкое. Сейчас мы вот это оторвем от этого. Видите, вот что произошло? Далее, это из-за того, что прогнулась палочка. Сейчас мы это разделим, и все будет как надо. Так. Ты меня сейчас на одну сторону запусти. Я должна вот эту штучку закрепить палочкой. Так. И у нас... А, вот это... Да, вот, помогаете правильно. Такие работы, конечно, интерьерные уже больше требуют, так сказать, компании для изготовления работы. Так, прижмем. Так. Развинули мы, да? Получается. Девчонки, а вы что там уселись, красавицы? Вы должны быть на страже. Давайте-ка, сейчас будете все подключаться. В ту сторону. Лежим просто и все. В ту сторону. Все. И сейчас мы закрепим, когда у нас четкая линия прямая, она сохранится. Здесь очень важна графичность. Так, и помогаешь Наде завешивать в другой Наде. Вот я сейчас вас тут оставлю. Будем перемещаться дальше. Как мы делали вчера, помните, да? Кто был? Все время какие-то работы ведутся, чтобы вы успели как можно больше посмотреть. А потом в результате мы вернемся и оценим с вами. Ну, я буду, естественно, тоже вмешиваться. Теперь ту сторону держу. И сейчас серединку подтянем. Нет. Надя, я всем что говорила? Я ведь прослушала. Понятно. Значит, Надюш, мы что? Посмотрите, пожалуйста, есть такая у нас пара подсвечников. Мы с ними что только не делали. Еще, Света, кусочек оазиса и ангур. Ангур у меня есть кусочек оазиса. Есть еще один такой же подсвечник. Бывает, мы делаем пару. А бывает, делает, совершенно делаем... Ага, спасибо. Можешь не уходить. Сейчас, постой, вот так просто подержи. Бывает, мы делаем группы, а бывает, мы делаем разные подсвечники, когда нам нужно в разные места это все поставить. И как-то интересно, чтобы перекликалось в это повторение было, но нижней части, а верхней части. Не надо сейчас ничего пока делать. Ты просто держишь, а все. Пока держи. Так, поэтому мы сейчас с вами, я хочу, чтобы побольше не одинаковые делать, а показать вам побольше разного. А мы посмотрим, как по-разному совершенно смотрятся два подсвечника, которые и ножичек. Ангур был тут близко где-то. И ножичек мне найди, пожалуйста, нормальный. Итак, посмотрите. Первый пока сейчас подбирают мне для нож, начнем сначала с вами работать с физалисом. Прежде чем мы физалис этот используем, я должна вам рассказать, почему же тебя Динька его закручивала, так голубчик. А наоборот его раскручивать надо было. Ага, ну все, хорошо, молодец. Так, и теперь, что нам понадобится, держи, вот так. Я возьму опять нашу любую любимую коллочку. Девочки, ножичек у меня я получу? Ага, спасибо. Смотрите, здесь мы, как правило, в таких работах, поскольку мы еще и флористы, используем вот такой материал, это биогубка, ее как угодно называют. Вообще это оазис. На самом деле самое смешное, что это оазис, это название фирмы. Как ксерокс, знаете, да? Ксерокс на самом деле, мы привыкли называть эти аппараты. На самом деле, это название фирмы. То же самое оазис. Вот тут уже даже название не оазис. А мы называем оазис, вот так привыкли. Поэтому тут просто буквально из истории. Откуда, как он появился, и какая все флористы мира, наверное, благодарны этому человеку, который его, собственно, случайно изобрел. Получилось так, что раньше этот материал немецкий инженер, авиаконструктор пытался найти какой-то изоляционный материал, цепучий, для того, чтобы... Не только цепучий, он должен быть мягким, очень таким легкой формы, изоляционным очень хорошим. Он изобрел какой-то вот такой вот... Ну, не совсем это, естественно. Ну, что-то очень похожее. Не сработало. Он принес домой и забросил куда-то в кладовку этот кусок, нечто, материала какого-то, да? Этот материал валялся долго в кладовке, а его супруга была как раз таким любителем, флористом, садоводом. Выращивала у себя цветы и ставила их дома в песок. Знаете, флористы раньше, да, использовали песок, насыпали мухи различные, шарики, как-то туда цветы вставляли. Ну, в общем, жуткие мороки были. Чтобы поставить какую-то композицию, очень сложно было. И вот она, разбираясь очередной раз в кладовке, находит этот кусочек, не знает, что это такое, замачивает, он удивительно впитывает в себя воду. Она тогда, как любой такой творческий человек, думает, ага, куда это? Запихивает это все в сосуд и видит, что держится хорошо, форма не разрушается, вставляет туда цветы, но он, может быть, был похож на песок, но имеет цветок такой песка, как пенза или что-то, я не знаю. И она вдруг видит, что цветы-то стоят и хорошо стоят, и не надо их там прокладывать чем-то. И еще, мало того, они не вернут долго. Она это озвучила супругу. И супруг, конечно, на голове просто перестал заниматься авиаконструкторством, и они создали вот эту огромную фирму оазис в результате. Вот так вот и пошло. Вот так вот случайно совершенно, как видите. Ну, мы вернемся к нашим баранам, да, и используя, вот покажу вам, допустим, как этот материал можно использовать. В данном случае здесь будут живые цветы, ну, цветы-ветки. Поэтому мы берем этот кусочек оазиса и ставим его на тарелочку специальную. Здесь можно, это очень хорошие подсвечники, мы их так используем часто. Почему? Потому что очень удобно. Здесь есть и тарелочка, и куда свечечку поставить, и куда оазис. Бывает, когда донышко вот этого бортика нет, течет оазис, начинает капать это все на пол. Допустим, если случайно так начинают, ну, знаете, да, по законам Архимеда, сколько ты ставишь в воду, сам туда в ванну ляжешь и вытеснишь, сколько ты весишь. Вот то же самое с цветами. Если я начну сюда сейчас вставлять ветки, отсюда начнет уходить столько воды, сколько, собственно, вот объем и вес этих веточек и занимает. Поэтому тоже оазис постоянно течет, пока не вытечет должного количества воды. Вот таким образом, крест-накрест, видите, я обязательно закрепляю. Для чего закреплять нужно? Потому что, как правило, флорист работает, или дизайнер работает в одном месте, а потом нужно перенести куда-то. И любое вот такое движение, ваша какая-то конструкция, композиция, она может съехать. Поэтому непременное требование, это, конечно, нужно закрепить. Пока этот мы уберем. И начнем с того, что, видите, вот здесь как раз... А, вот это что я снимаю? Здесь как раз мне не нужна была такая мокрая форма оазиса. Мне достаточно было иметь... Коробочка, сухая, можно уже. Потому что я сейчас на пол начну сарить. Значит, мне здесь нужна достаточно сухая была форма, но поскольку я буду работать не только с ветками физалиса, а я буду работать здесь еще и с еловыми веточками, с сосновыми веточками, да? Спасибо еще. Потому что мы сейчас будем резать ветки. И сразу, будьте добры, мне сразу подготовьте, пожалуйста, коробочку с веточками, твойными. Итак, посмотрите. Прежде чем мы основу сделали с вами, а сейчас поговорим буквально, как получить вот такой замечательный зимний физалис. Вы знаете прекрасно, что физалис очень долго сидит в саду. Если вы его не срезали, ничего страшного. Правда, если к весне он у вас еще скелетится, изумительные получаются скелетоны, когда вот эта вся мякоть постепенно сгнивает, это есть еще всякие, да, бактерии, которые выедают, или жучки, может быть там, ну, понятно, какие-то существа, которые этим занимаются очень усердно. И остается только сеточка. Если вы еще золотой красочкой это дадите, или серебряная изумительная, получается ювелирная работа. Поэтому вот очень рекомендую, можно оставлять на зиму, и когда он потом из-под снега выходит, очень часто бывает, если успеет, конечно, за зиму, очень часто бывают вот такие вот скелетончики. Ну, а наш физалис мы обработали, вот Аня как раз занималась этим, клей ПВА всего лишь, кисточкой, и немножко сыпучего снега. Ну, или физалис вы можете посыпать. Вчера я рассказывала на терочке. Нет, ты мне не то принесла, уноси, пожалуйста, коробочка с хвоей. Девочки, я когда скажу композиция белая, тогда вы приносите, да? С хвоей, коробка большая, коробка с хвоей. И вон она стоит на полу. Света, мне другую девочку, чтобы носить, потому что Света не ориентируется здесь на сцене, я работал на сцене. Значит, смотрите, клеем помазали, я начала говорить про что? Про пенопласт. Да, вот когда вы не можете найти снег такой, то вы можете спокойно натереть на терочке мокрый, еще раз остановлюсь на том, что мокрый пенопласт, и замечательно на мелкой желательно терочке, если нужны мелкая фракция, если вы хотите потолще, то можете тихонечко разбирать пока. Хорошо? Можно положить даже сюда. Да, и хвойные веточки. Мне нужны будут. Так, еще мне нужна будет толстая свечка. Она там стоит. Сейчас мы ее найдем. Толстая, одна белая толстая свеча. Дайте мне, пожалуйста. Так, не в руки. Твоя есть. И вот посмотрите, сейчас мы в данном случае, физалис как растет, он тоже часто стелется, да, или если он стоит и прямо, то все равно он начинает наклоняться в сторону. Поэтому мы его так же точно устанавливаем, с таким же движением. Ну, и плюс мы немножечко нашей работы так вот перекликаются с теми нашей, с предыдущей работой. Вот таким образом устанавливаем веточки. И затем мне нужно будет еще шпажки. Шпажки, знаете, что такое, да? Когда коктейли делают, нанизывают, какие фруктовые делают, шашлычки. Девочка, другого человека, дай мне, пожалуйста. Значит, Надя, когда я говорю, мне нужны шпажки, вы несете мне шпажки, хорошо? Потому что не придете сейчас прыгать, я не успею. Итак, устанавливаем. Вот таким образом в одну сторону. А поскольку мы говорили с вами про то, что это подсвечник, что у нас должно здесь появиться? Свеча, совершенно верно. Вот посмотрите, какая здесь может быть свеча по пропорции, да? Либо очень большая, толстая, такая круглая, хорошая. Это может быть шарик. Но вот по такой композиции, конечно, мы сейчас с вами должны что-то взять повыше. Посмотрите, да? Иначе очень будет пропадать. Тем более у нас сильные ветки. Поэтому мы сейчас возьмем здесь как раз... Веточка не подходит, она более загнутая, прямая слишком. О, вот эти у тебя обычные веточки. И начинаем. Сейчас я свечу пока уберу, чтобы она у нас отсюда не свалилась. И я потом следом вам покажу, как поставить такую свечу. Это тоже очень просто, но на самом деле еще кто-то может догадаться, а кто-то и нет. Вот таким образом мы зацепили одну сторону, сделали. Естественно, где должна такая работа стоять? В каком-то опять просторном интерьере, чтобы мне еще немножечко, и все. Так, дешевь. Еще пониже спустим чуть-чуть. И теперь следующим этапом мы должны уже установить свечу. Вот теперь, внимание, что нам понадобится? С вами снова анкор. Или вы возьмете, например, что у нас есть с такой негладкой поверхностью? Когда мы с вами порезались, что мы используем? Пластырь. Он еще лучше анкора, потому что его поверхность более шершавая. Можно взять вот такие шпажки или какие-то палочки вы возьмете. Так, ты далеко не уноси. Может быть, нам понадобится. А, где-то вы едете на... Все. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы не свечим. Поскольку свеча толстая, тяжелая, она должна хорошо стоять, крепко. Заматываем либо пластырем, либо вот таким вот анкором, пошире, поскольку поясок такой должен быть хороший. Почему мы не делаем сразу к свече? Какая она? Очень скользкая, да, и непослушная. Не отрезая кусок, вот висит у нас, видите, так он он скрутился. Не отрезая, вот так пальцами зажимаем, вот мы приготовили площадку. Теперь мы берем шпажки. Поскольку здесь достаточно тяжелая свеча, я беру сразу же двойным, вот так образом прокладываю шпажку, прикручиваю ее тут же, чтобы она не елозила покрепче, я буду ее в двух местах прикручивать. Перемещаюсь. Вам все хорошо видно, да, что я делаю? Дальше берем следующую. Манечка, подоставай мне, не, не, не с этого ничего, подоставай мне, пожалуйста, чтобы я быстренько это делала. Так, прикрепляю снова до подлиннее. И здесь, посмотрите, можно было бы на четырех жестких палках сделать, но дело-то в том, что все-таки палки-то лучше потоньше, они будут разбивать оазис. Лучше палочки потолще, потолще, но покрепче и побольше им сделать. Еще парочка и хватит. Вот на четырех я возьму палочка, да, она уже никуда не денется. Затем, посмотрите, я еще сделаю парочку-троечку виточков, так, чтобы палочки еще не крутились. Так, пожестче. Уже нам ангкор больше не нужен. Отрезаем и закрепляем. Теперь, дальше, что нужно сделать? Примерку, прежде чем вы начнете резать, вот, чтобы вам всем видно было, да, прежде чем вы начнете резать палочки нужной длины, надо обязательно сделать примерку. Свечу ни в коем случае вы не вдавливаете, вы только ее поставите сверху. Видите, да, такой получился кораблик у нас, ракета. И теперь приблизительно прикинули, сколько обрезать и обрезаете. Лишнее срезаем. Снова примерили, чтобы встало хорошо, можно немножечко еще подрезать. Вот так вот. У вас уже никуда это не денется. И устанавливаем, свеча должна быть у нас посередине, есть стержень, да, он должен продолжаться. Если мы сюда поставим, что происходит? ну, допустим, на бок, да, центр смещается, композиция здесь такая никак не может быть. Здесь можно сделать со смещением, это будет совершенно другая работа. Для этого я должна сделать плечо, то есть я какую-то должна толстую палку вынести, загрузить ее с одной стороны, да, к центру сместиться и какой-то еще набор такой сделать. Но тут нужно очень смотреть за формой, здесь есть такая очень четкая классическая форма, поэтому какие-то эксперименты, они должны быть очень аккуратными, очень грамотными. Вот, посмотрите, мы с вами уже установили свечу и еще обратите внимание, какое движение у меня у физалисов, оно немножко закручено. Сейчас приготовь еще несколько веточек, я его подержу. Мне нужно слить немного воды в какой-нибудь кандиде. Вот, вот, в кабинете, тазик, и цвета туда воду нельзя, ведь она оттуда вылиться. Сейчас, когда вы пока найдете, я дальше покажу, мы возьмем несколько еще физалисинок, и чтобы вот это движение, такое спиральное, поддержать, очень всегда модно у флористов, и всегда это актуально, какие спиральные еще движения придавать своим работам. в данном случае у нас как раз это с вами и получается. Смотрите, это не слом, это вот такой вырос уголочек, такой интересный у растений. Видимо, может быть, когда-то веточка отсохла, прямая, а боковая пошла в эту сторону. Но мы его туда вот запечатаем, чтобы этот уголочек не сильно читался, поскольку он нам такой уголоватости не нужна. она такая, вот эту давай веточку, так, и еще чуть-чуть закрутим эту спиральку вот в эту сторону, потому что все движение дальнейшее у нас также пойдет с вами по спирали. Ага, так и подержи, я сейчас быстренько солью. Вот видите, про что я говорила, да? Вот и вода ушла, и зато не свалился оазис. Все, спасибо. А вот это тоже нужно делать, потом он нам еще понадобится, но попозже. Так, а, что я прозевала, вот, кстати, обратите внимание, вот такие вещи тоже недопустимы. Вы всегда, когда подбираете материал, смотрите, чтобы он был красивый и качественный. Если вы делаете в таком стиле, то есть старые листья сухие, какой-то пожухлости, то можно, но если у вас работа такая у вас декоративная очень, и она посвящена у нас такому празднику, зиме, новому году, то, конечно, здесь все должно быть более качественное. Сейчас вот эту веточку непослушную чуть-чуть, но ее туда же развернем. И дальше. Теперь следующие пока нам не надо. Теперь мы возьмем хвою. Для этого, конечно, вы должны обязательно помнить, хвоя очень колючая. Я для этих целей задержу перчаточки, перчаточки тоненькие, в любом случае, потому что я люблю, когда материал чувствую. Вообще не люблю в перчатках работать, но приходится, потому что все руки потом либо липкие от смолы, да, хвои, либо они еще все исколки или одно и другое. Итак, мы возьмем сейчас с вами веточки сосны. Сейчас я начну делать, потом Аня мне это продолжит. Пока все в коробочку сложили, поставь в коробочку. Мне единственное, для мусора нужна коробочка, да? Вот посмотрите, мы нарезаем в данном случае очень маленькие, аккуратненькие веточки, такие небольшие. У нас выброс только по физалису, то есть только из физалиса хороший выброс. Все остальное очень плотненькое, крепенькое. И сосна, материала мы используем совсем мало. У нас всего три компонента. Свеча, свеча, наверное, что-то я права. Слышите меня? надо, чтобы стукнула. И хвоя, свеча физалисы, хвоя. А вот теперь мы начинаем устанавливать. Помните, я говорила вам, да, продвижение по спирали? Вот сейчас мы так его и будем, ее, вернее, хвою, так и будем устанавливать. Не прямо ершиком таким, да, а все время будем укладывать по спирали. Только спирали, вот я сейчас, смотрите, поставила точку, а теперь я буду, да, подсовывать все время вниз. Можно пойти по другому пути, да, начинать отсюда, как рыбья чешуя укладывается. Как всегда бывает удобнее, потому что сложно бывает подсовываться иногда. Вот иголочки вот эти, посмотрите, я просто забегаю вперед, никогда не выбрасывайте, когда чистите сосну или елочку, ну, лучше сосну, елка уж больно мелкая, а сами иголочки всегда у вас должна стоять на столе какая-нибудь коробочка, куда вы эти елочки, иголочки, вернее, складываете. Почему? Потом дальше увидите. Так, сейчас я начинаю это делать, потом у нас они продолжат, я буду дальше двигаться. Здесь мы можем уже что-то посмотреть. Так, посмотрите, какая ошибочка вот в этих работках. Здесь очень равномерно, скучно развешаны снежинки, да, группировать нужно обязательно, то есть две вместе где-то, поправляйте немножко и постарайтесь не соединять. Вот здесь вот на границе висит, вот посмотрите, вот эта снежина, убирая ее оттуда, ее кому-нибудь, постарайся разделить почетче этого движения и группируйте, где-то две снежинки вместе висят, где-то одна отдельная, чтобы не такая вот скучная форма была. Вообще сгруппированное распределение материала, это более современное, более такое модное направление, когда несколько видов, извините, несколько форм вместе объединяют и потом какие-то пространства оставляют, чтобы у нас не было скучно. Вот тут такая же ошибочка, видите, здесь есть, конечно, оторванность, но очень сконцентрировано, не сконцентрировано наоборот, равномерно очень все распределено. Это грустновато, это скучновато, хочется все-таки, чтобы было как-то поинтереснее. И вот посмотрите, мы вот таким образом по спирали, наклон, видите, куда идет, то есть движение, это тоже важно, мы иногда на такие вещи не обращаем внимание, а они играют тоже большую роль, здесь мы закручиваем, а спирали, вы знаете, философский вообще принцип развития, всегда есть и движение по спирали, поэтому и любят очень дизайнеры, это движение флористы любят вот это движение по спирали, оно всегда оправдано, ну и потом это интересно, оно не настолько будет агрессивно, потому что смотрите, есть такое вот, да, очень сильное движение, такое рыхлое, у физалиса, поэтому остальное должно быть упорядоченное, уложенное, компактное, тогда у нас две формы образуются, одна упорядочивает, уравновешивая, другую форму. И вот так вот мы постепенно с вами продвигаемся, девочки, помните, да, не надо где попало вешать, вот эту, не вешайте снежинку, вот эту, вешайте ее вот сюда, смещайте в эту сторону и ниже, ниже, не надо высоко, снежинки вообще не должна быть, у вас вниз, куда все падает, а красивый, чистый верх, понимаете, да, если бусы у вас где-то там возникают, то снежинки все отрываются, вот надо это получить, давайте, задание выполняйте, вот у вас еще тоже своего рода экзамен получается очень такой хороший, чтобы уже увидели, какие вы у нас профессионалы, поэтому старайтесь сразу, запоминайте, что от вас требуется, и так, Аня заканчивает эту работу, да, посмотри, иди сюда, ты сама видела, что я делаю, да, небольшими кусочками укладываешь вот так и заканчиваешь вот здесь, четкий, такой хороший должен получиться шарик, следи за тем, чтобы у Ази судьбой не торчал, отодвигаешься туда, берешь себе хвою, это мы тоже с тобой забираем отсюда, и пока продолжим со следующей работой, не, 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 вот иди сюда, вот у тебя хорошее местечко есть, да, композиция очень яркая, солнечная, так, все живы, потом, а, свежи, можешь это убрать уже, инструмент у тебя свой, да, нарезай веточки, так, теперь мне еще сюда надо взгромоздиться, отправляемся, вот, продолжим дальше, второй у нас с вами подсвечник, который уже приготовлен, да, не убирай далеко, не убирай далеко, просто сбоку поставь, чтобы я на это не споткнулась, дай мне, пожалуйста, второй подсвечник сюда, вот этот, да, и у нас приготовлен еще шарик, сейчас мы посмотрим с вами здесь на пол, шарик со свечой, уже готовый со свечой шарик, посмотрите, помните, вчера мы смотрели с вами, и, Надя, мне нужно принести маленький шарик, смех, который сделали, готовили, да, чтобы я показала, как это сделать, значит, посмотрите, пожалуйста, вот такой вот, такая форма шарика, мы вчера ее, когда делали витрину, да, вам я ее просто показываю, такую заманочку, что вот, определенная интрига, как это можно сделать, я покажу завтра, и куда это можно использовать, то есть в любом интерьере, то есть в любом интерьере, в любом каком-то современном, может быть, хай-тек даже, когда металлические шары мы можем использовать рядом, использовать шарики из мха, значит, мне нужен мох, кисточка, и какой-нибудь шарик, на котором уже, там у нас остались пустые шарики, да, Старые мховые, давайте, нет, мне только нужен один шарик, один, на котором нет мха, нужен мух, я пока буду дальше рассказывать, а вы приготовьте, у вас все должно было быть там уже, во время работы заготовлено, и так, посмотрите, у нас есть форма, определенная, она у нас такая же, похожая, но, посмотрите, насколько отличается, вот один, подсвечник от другого, совершенно другая форма, хотя, мы тоже повторяем, да, более, скажем так, здесь, она органично смотрит, потому что есть шарики, набор шариков, здесь у нас будет какая-то, это еще имитация шарика, за счет того, что мы, да, по спирали выложим, дочки, больше нет, мне вот это, мне надо, вот это, клей, нитки, тогда дайте без клея, я все покажу, так, сейчас пока, значит, смотрите, прием, очень простой, у меня есть старые шарики, они тоже из мха, но они не зеленые, мне надо зеленые получить, эти шарики сделаны из фагнума, и туда немножко кукушкин лед вплетен, но это для другой цели были, они сделаны, Надя, не ищите, пожалуйста, мох, ой, клей, вы мне дайте только ниточки, больше мне ничего не надо, все, я девочкам так объясню, все поймут меня, и так, вам понадобится, вот в данном случае, я взяла черные нитки, они, собственно, не будут сильно видны, их будет нормально прятать мох, при том, что он сам такой серо-зеленый, да, вот эти шарики, из чего они сделаны, мы берем просто с вами кусочек бумажки, кусочек бумажки берем, и брюки превращаются в элегантные шорты, так, так, и скотчик, скотчик у меня, по-моему, тут есть, да, да, смотрите, как все это просто делается, дома, вы не выбрасываете никакие газеты, никуда, папье-маше замечательно из этого делается, а если вы дизайнеры, то мы еще ходим, побираемся у всех, кого что можно, любые упаковки собираем, вот даже вот от чего-то, видите, осталось, катаем вот такие шарики, очень быстро это делается, движениями такими ловкими, между прочим, я вам честно скажу, когда вы ребенку даете еще этим заниматься, то есть вы так нагружаете, любая моторика, я еще как педагог вам могу сказать, и многие, наверное, здесь есть, педагоги знают, да, любое развитие моторики способствует развитию мыслительных процессов и речи, поэтому замечательное упражнение, нужное его всегда, мы даже занимались, я когда-то давно, давно лет 10 отработала в школе, все-таки, вот мы с детишками как раз вот такие всякие вещи лепили и повторяли какие-нибудь там жутко трудные для них правила, ну или там заучили интересные вещи, необходимые знать, и вот в такой игре, как правило, очень быстро все усваивается, и так, мы сделали вот такой шарик, посмотрите, как он замечательно слепился, скотч в любом магазине, да, где это все продается, хозяйственном, или какие, где у нас эти, в концтоварах, наверное, мне кажется, везде сейчас этот скотч есть, полно его, это недорого получается, закрепили, вот у вас такой шарик получился, это такой же, да, вот такие шарики лепим, очень удобная форма, затем мы берем клей ПВА, которого у меня нет, но вы его уже себе представили, да, намазываем кусочки, вот площадочку маленькую намазали, вы можете в перчатках работать, можете без всего, затем у вас в лесах вот этого добра очень много, это мох, в данном случае мне нужен зеленый, я беру зеленый мох, хочу я возьму такой ягель, хочу возьму кукушкин лен, их полно, сфагнумом замечательно с ним работать, вот таким образом, убираю всю черноту, да, отрезаю, так создается такая очень симпатичная формочка, вот она уже ровненькая, лишнее убираю, клеем намазала, мох может быть уже просушен, а вообще я вам скажу честно, он тоже на водной основе, даже если ваш мох мокрый, этого не бойтесь, прямо на мокрый, мокрый мох на ПВА, они потом вместе высохнут себе и все, и будет очень крепко держаться, красиво, когда вы собираете мох с иголочками там, в лесу тоже очень эффектно смотрится, ну, все зависит от того, какую вы цель преследуете, да, и затем вы берете ниточки, прикладываете, закрепляете, закрепляете и приматываете вот этот мох, приматываете хэвэшными нитками, посмотрите, черную нитку видите, нет, поэтому я вам уверяю, совершенно не играет роли, какого цвета ваша нитка, но может быть, если вы красный замотаете, значит, у вас получится соответственно, очень интересный дизайнерский ход, берете, у вас все это заготовлено, естественно, лежит на столе, следующий кусочек точно так же вы подстригли, заранее все себе заготовили, да, у вас на столе лежит целая коробочка вот этого добра, да, мох может быть разный, вы возьмете, хотите пестрые сделать шарики, значит, все время чередуете разные мхи, если вы хотите сделать разные ваша ретит, разного цвета шарики, да, то вы, конечно, берете один шарик, делаете одного цвета, другой шарик другого, я вам более того скажу, у нас мы очень часто занимаемся, вот сейчас уже несколько лет, два года, в прошлом году делали, в этом году не делали, вы бываете в Вологде, в Кремле, в Крыльевическом нашем музее? Не бываете, давно не были там? Ветка бываете, да? Ну вот, несколько лет подряд, в прошлом году даже, мы еще ставили свои формы, интересные, мы делали клумбы такие, из веток, из палок, очень часто используем мох, мох делаем такие длинные колбаски, из него и скручиваем там кружева, делаем, допустим, из веток березовых, вот таких вот тоже делаем длинные пряди, делаем ковку, ну то есть имитация разных видов, да, происходит такие аналогии, нитка, это кружевному фестивалю мы делали, нитка была из мха, она серого, такого цвета, очень ассоциировалась с нашим льном, и вот мы из них, такие выпитали огромные, гигантские кружева, из березовых веток, мы делали такую имитацию чугуна, или имитацию ковки, делали огромный забор из этого, то есть очень интересно нашим природным материалом можно работать, но я не к этому, какой-то год у нас называлась, выставка в Кремле, она называлась скоморохи первая, а вторая скоморохи два, так вот мы скоморох один от скоморох два отличили тем, что мы взяли мховый шарик, только красили разными цветами, у нас были оранжевые, голубые, красные, желтые, как мы это сделали, мы взяли обычные холеры, которые в бутылках продаются, взяли клей ПВА, этим всем смешали, и обработали, великолепно, создалась корка, фактура сохранилась, вот что было очень интересно, фактура прям вот читалась, что это мог, при этом она была не яркая, она была очень природная, как будто вот прям натуральная, и вот эти вот фрагменты в натуральных, среди палок, веток, природы, випы там старинные, появлялись яркие, ну они такие деликатно, яркие формы, такие красные, оранжевые, это были помпончики там у шапочек, это долго рассказывать, это отдельная история, но это было вот я к тому, что вы можете вот эти вот шарики на второй, на третий год, у меня пять лет, некоторые формы сохранялись, то есть если это из года в год выставлялось, ну вот реставрация безусловно, целое лето, представьте в юго, ой извините, дождь, солнце, все это, ветер это портит, но некоторые формы зимой держатся, кстати, тоже как вариант, можно и в зимнем оформлении использовать, понятно, как вот это получилось, да, все очень просто, ничего сложного, если я хочу еще цветочек поставить, вот дальше будет такая вещь, мы вставляем еще сюда пробирочку, пробирку сделали, замотали, цветочек потом какой-нибудь поставили, и красиво это потом дальше посмотрим, и будем все раскрывать вам сразу, и так, начало положено, здесь есть некий нюанс, и очень важно, обратите внимание, как неустойчив мой шарик, видите, да, тяжесть, потому что здесь круглая форма, а здесь донышко, как проправить положение, как вы считаете, что нужно сделать, да, совершенно верно, колечко спрести, да, любое, хотите из хвои, из веточек, можно сделать это, ну, здесь две зелени встречаются, ну, может быть, может быть, да, допустим, вот так вот из хвои скрутим колечко, форму сюда выложим, бортик такой, и сверху уже поставим, можно так сделать, можно сделать со свисающими веточками хвои, да, делаем колечко, свисаем, и сверху еще шарик поставим, тоже хорошо, а можно взять из березовых веточек, сделать такой поясочек, конечно, у меня не для этого предназначен, но березовых веточек, у меня, к сожалению, сейчас тут под руками вдруг не оказывается, опять они куда-то далеко ушли от меня, посмотрите, есть такое вот еще колечко, да, из его обых веток сделано, его можно закрепить, каким образом, нет, я уж теперь вот из этого сделаю, просто чтобы по-другому смотрелось, можно закрепить, чтобы это никуда не съехало, надо предварительно еще примерочку сделать, чтобы действительно наш шарик сел, и уже он, видите форма, и почему я еще захотела здесь вот эту форму, чтобы еще была какая-то сложная, интересная история, то есть переход разных видов материалов, а вот здесь мне нужна будет Надя помощница, здесь есть коробочка, в которой есть искусственные ягодки, мне нужно сделать маленький-маленький веночек, Светлана, вот она, только вот-вот-вот сдаем, и вот таким образом, и прям буквально, посмотрите, еще небольшой веночек из ягодок, он будет перекликаться, да, еще с одним венком, таким образом мы декорируем, вот возьми веночку, я пока закреплю, нам прям быстренько, вот по свече буквально, скрути веночек, это вот тоже надо показать, как это делается, смотрите, каким образом нужно закрепить, сначала мы делаем из нескольких проволочек, такие усики, в данном случае, все должно быть, материал такой незаметный, с одной стороны сделали, вот посмотрите, прежде чем я перейду к закреплению, мы берем искусственные веточки, даже можем не убирать вот эти листики, несколько веточек соединяем аккуратненько, здесь очень важно, чтобы это было плотненько, рыхлости здесь нам не надо, потому что мы получаем плотненькие колечки, закрепляем, следующая веточка, здесь немножко желтенькими попадают ягодки, но это хорошо, потому что слишком однородно, он такой скучноватый, почему я захотела сюда добавить ягодки, нам нужно сделать так, чтобы поярче, наряднее получился наш подсвечник, так, у тебя готовы уже, да? Заделываем, посмотри, пожалуйста, чтобы все вот одинаково, да, аккуратненько было, и пополнив физалис туда внедриться, чтобы было ощущение, что он оттуда выскочил, и несколько веточек физалиса, вот еще пробили, так, до конца, конечно, конечно, и так, закрепили, ну вот там вот уже более-менее, девочки, поищите еще что-нибудь помельче, можно даже маленький клубок, да, совершенно верно, еще так же сгруппируйте туда, потому что слишком плюшки большие у этих самых снежинок, да, хочется еще чего-нибудь понежней, бусы и снежинки очень далеки друг от друга по форме, хочется какого-то промежуточного еще эффекта, вот мы укладываем, понимаете, как делать, да, не надо вам никакой березы, видели, да, что я делала, постепенно прикладываю, просто чтобы мне уже дальше показывать, Надя, при нас вот это делает этот веночек, примерочку делаешь, так, следующие усики прикладываем, закрепляем прямо под основанием, вы, кстати, можете так многое делать, когда у вас есть ваза с горлышком, и вы хотите сверху что-то сделать, вы можете вот таким образом веночки зацеплять, хватит, хватит, ну, и для надежности, потому что шар все-таки достаточно тяжелый, свеча его утяжеляет, мы еще усики одни приделаем, вот таким вот макаром, так, и теперь берем кольцо, посмотрите, здесь есть ажур, очень хорошее колечко сплетено, так, грамотно, очень ровненько, это готовое кольцо, сразу скажу, не буду на себя брать, так сказать, лавры чьи-то, да, готовое кольцо, ну, мы их в Москве, на каком-то там китайском или каком-то рынке купили несколько этих основ, с ними очень здорово работать, много можно сделать, с нескольких сторон натянем, чтобы перетяжка не была на какую-то одну сторону, и закрепляем, так, это быстрая такая работка, эффект тоже очень даже неплохой, получается, усик убежала, так, вот оно, и сразу, чтобы нам отцентровать, мы одновременно, видите, закрепляем с одной стороны, и потом делаем с другой стороны, сразу же, и так центруем, таким образом, чтобы у нас не было смещения, так, и точно так же на противоположной стороне, видите, то есть ваш веночек уже никуда не съедет, точно так же вы можете сделать из березы, очень хорошее вино, кругленький, тут мне хотелось именно более чистой формы, потому что идеально так сплести это нужно время, да и сноровка еще какая нужна, вот, а здесь нужна именно идеальная, ровная-ровная форма, чтобы она хорошо подрастировала вот с шаром, вот этими своими трубчиками, трубчиками, так, кто-то у меня сбежал, вот это что ли, вот тут-то, где был четвертый, усик-то, у меня их, вот, маляя, три точно, я, мне кажется, четверо делала, извините, сейчас еще один прилепим, с этой стороны, чтобы уж точно на четыре стороны держалось хорошо, и затем мы закрепляем, понятно, что такую работу переносим, как сначала перенесли мест, а потом уже принесли, шарик поставили, и со свечой он уже туда вмонтированный, да, пока два слова про свечу, вы, наверное, сразу там задаетесь вопросом, как я их туда всунула, нет, или вы уже, в принципе, поняли, да, прежде чем, совершенно верно, вы шарик сделали, потом берете нож, вырезаете серединочку, и туда очень хорошо, крепко, там ничем больше не закреплено, свеча большая, вот такая, ну вот, чуть линее, чем вот эта, и они там замечательно держатся, так, закрепили, можно сделать каким образом, если вы хотите вообще мобильную, такую транспорт, транспортабельную вещь, вы, когда делаете шарик, заранее, монтируйте туда усики, проволочные, заранее, понимаете, да, о чем я, то есть вы, с нескольких сторон, можно прошить насквозь, прекрасно прокалывается, ну тут очень толщина большая, шило какое надо, поэтому вы заранее делаете усики, все слепили, и потом вот эти усики, потом пропустите там внутри, да, вот эти соединяете, тогда ваш вообще свеча никуда не денется, как она вот встала себе, надежно достаточно, если не носятся дома собачки, детки и кошки, то это хорошо постоит, или подвыпившие немножко, извините, гости, да, тут тоже, то есть должно стоять, если не закреплено, на самом деле смести можно все, с пути со своего, да, поэтому вы, конечно, для вас еще важно, чтобы конструкция была надежная, крепкая, немножко здесь, конечно, ой, нет, нет, здесь, конечно, будет неплохо, если проволочка будет серебристая, ее практически тогда не будет убита, но есть еще способ, допустим, когда совсем здравствуй, елка, Новый год у нас, да, можно сделать вот здесь поясочек из ленточки, и таким образом вы вообще задикариваете, закройте эту часть, понятно, так, нет, конечно, этого мне не надо, все, спокойно, теперь дальше, посмотрите, мы примерочку сделали, и последние у нас красивые, да, вот эти вот фактуры, собрались все вместе, мы закрепляем, зацепили, здесь распределили немножко, небольшие лысинки образуются, эти лысинки можно тоже задекорировать, можно взять другими какими-нибудь ягодками, ну, нам не хватило чуть-чуть совсем, буквально там, вы мне, я думаю, не будете на меня обижаться, что я не сильно это все, да, дополнила, но на самом деле кисти, они так вот идут грозди, чуть-чуть прозрачно, чуть-чуть ажурно, главное, что это повторяется, вот если бы все было густо, а где-то пусто, тогда это была бы грубейшая ошибка, а в данном случае, у нас очень с вами неплохо, зелень распределилась, очень хорошо Надя тут скрутила нам эти ягодки, поэтому тут уже мы без претензий, вот у нас такая получилась штучка, веночек, он плотненько надевается, очень хорошо здесь торчат, вот эти зеленые веселые листочки, которые нам напоминают еще про зиму, и последним штришком мы с вами возьмем и немножко, чуть-чуть подсыпем, да, вот таким образом снегом, я пока сухой делаю снег, вам можно это сделать еще и на ПВА, побрызгать, как я вчера, а я не показывала вам еще, да, сейчас покажу, вот такое приспособление, значит вы покупаете в строительных магазинах, называется лак водный, либо клей ПВА, но лучше лак водный, объясню сейчас почему, у ПВА есть еще особенность, он темнее, желтеет через какое-то время, вначале он беленький, симпатичненький, все замечательно, а потом у него такая есть беда, у нас даже есть кольца, которые мы ПВА проклеивали, они как раз вот поджелтели, так вот, вы берете лак, там прям так написано, акриловый, лак бесцветный, на водной основе, все, он бывает матовый, полуматовый, и какой-то глянцевый, для нас не играет, он совершенно такой, разбавляете этот лак, посмотрите консистенция какая, где-то получается одна часть лака, три части воды, можно еще пожиже, тут все зависит от степени крепости, которая вам необходима, так, пока выше, остановитесь, на секундочку, еще сейчас, закончим эту работу, вот, и вам нужно будет это все разбавить, и через чулок, колботки старые, там, через чулок хотите, обязательно отсидеть, отсидеть, чтобы не было никаких купин, потому что вот это очень, такая капризная вещь, вот эти опрыскиватели, да, в них, их меняем постоянно, вот, наливаете водичку, вот эту, уже с лаком, и про, девочки, не пробовали? Спасибо большое, паузь, понятно, да, тут ничего особенного, пробрызгали, закрепили, можете прежде чем снег сыпать, сначала набрызгали, даже, кстати, если вы мховые шарики, так пробрызгаете, тоже будет здорово, корочка такая хорошая образуется, и будет очень крепкий, мох не будет крошиться, тоже очень долго, кстати, еще одна вещь, которую нужно, которую надо знать, работая с мхом, вы можете купить в аптеке глицерин, разводите глицерин, там надо только почитать, как, я его никогда не помню, как, каждый раз приходится читать, разводите этот глицерин, и уже на поклеенную поверхность пробрызгиваете глицерином, вот этим разбавляем, это называется, вообще-то, стабилизация, может быть, кто-то знает, когда ты этим занимался, можно стабилизировать, как даже растение, листья, когда ставят в воду с глицерином, вода постепенно, да, уходит, замещается, то все глицерином, и листики, вот такие мягкие становятся, конечно, вам сразу скажу, цвет не сохраняется, как правило, еще иногда подкраска, но это не проблема, всегда можно навести подходящий колер, можно даже создать эффект такого натурального, когда вы пользуете краску не одного цвета, а с разными оттенками, то есть сохраняется мягкость у мха, и это долго очень сложно, конечно, ничего вечного не бывает, я, кстати, очень против того, что говорят о 10 лет, продерживаться, я говорю, вы знаете, даже если продерживаться, то вам не надо, сохраняется в интерьер, вот эта энергетика иногда отрицательная, эта вся пыль, грязь, зачем, и потом всегда хочется чего-то нового, постояло год максимум для меня лично и выбрасываем, делаем что-то новое, или обновляем, да, вот это понятно, дайте, пожалуйста, Надя, там еще валяется один у вас, новенький, понятно с этой работой, что мы его убираем, этот подслежник, вот у нас уже он готов, в интерьере очень красиво вписывается, а еще лучше, когда идет целая группа одинаковых, это вообще замечательно, вы можете это делать с маленькими стаканчиками, когда вы берете красивый бокал, в доме всегда можно найти, в ресторане точно, мы даже иногда приходим, когда что-то оформлять, а не хватает посуды для столов, нам выдают прямо эти пивные, такие вот, знаете, высокие бокалы, еще что-то, катаем шарики из мха, вставили, цветочек, скоткнули, все очень красиво, быстро, и главное, что очень стильно получается, и это повторение должно все время быть, давайте закончим с этим, дай нам несколько кизалейсинок, и посмотрите, что здесь вот по-вашему не хватает, вот он вроде бы уже готов, есть хорошее такое движение, что не хватает, ну вы погромче, вы смелее, физалейса не хватает, в каком месте тогда, нет, здесь немножко неправильно сформулирован ответ, наверное, не физалейса не хватает, а чего не хватает, баланса какого-то, согласны, что здесь может быть, либо буквально, как у японцев, несколько веточек только, только они должны быть очень сильно вниз опущены, может быть так, может быть, какая-то прямо наклеенная здесь форма, то есть мы берем отдельные шарики, да, и с этой стороны буквально их несколько выложим здесь, группой такой, небольшой, на шпилечках или чем-то можно это сделать, какой-то полумесяц такое сделать из, шпилечки возьми, спасибо большое, сейчас я как-то уж вам фокус до конца покажу, вот посмотрите, как это делается, да, пробрызгали, хорошо, хорошо, вот смотрите, какая была ошибка, вчера поработали, это вам, тоже очень хороший опыт, чтобы вот такой красоты не было, да, когда вы поработали с клеем, с ПВА, да, или с лаком, вы, закончив работу, сняли, промыли и убрали, крышечкой закрыли, вот это очень важно, а тут бросили, ушли, вот пришли, сегодня получили, потому что сегодня мы уже еще не работали, снимок вот так вот, да, и фокус такой, вот чтобы с вами такого не случилось, имейте в виду, и дальше вот мы насыпем, когда снег, он тут высохнет и очень хорошо задержится на этой поверхности, никуда не денется потом, потому что здесь, это что было? А, это мой хвостик, ага, меня сегодня немножко прицепили по-другому, видите, сегодня я бегаю больше, прыгаю, вернее, такие больше работы, ну и так далее, да, вот видите, уже красивая такая заснеженная, причем можно даже и, вот на эти свечи, можно даже на них, даже на них усыпать снег, почему? Я вам вчера говорила, да, икеевская свеча, она вытаивает, она не стекает, она вытаивает, поэтому все, что вот тут вокруг, оно не будет гореть, ну просто сохранится фактура снаружи, тоже прикольно такая получится, немножко даже у меня, видите, попала сюда снежку, вот уже красиво, а еще красивее будет, а еще красивее будет, если тут появится блеск, давайте сюда блеск, тоже очень красиво получится, ну пока девочки мне тащат блеск, мы сейчас с вами закончим с вот этой композицией, значит, а куда у меня Анютка делась со шпильками, ну вы можете не шпильки, мне дайте, пожалуйста, прологу, эту, терпированную достаточно, потому что здесь есть некие нюансы, это блеск, пока блеском я высыплю, мы сейчас получим с вами полночку, где верно, она скорее всего в этом ящичке, посмотрите еще, если мы добавляем блеска чуть-чуть, еще все это сейчас, когда вот по мгновению палочки заржется следующий прожектор, да, и вот это все еще загорит, запрестит, вот он, видите, как сушится, и вот так, еще это все мерцать начнет, очень будет красиво, очень по-зимнему, по-новогоднему, ну тут надо, конечно, от вас смотреть, чтобы я еще и правильно шарик этот выставила, да, чтобы вот, ну как, у нас чуть-чуть за смещением, вот, наверное, вот, нормально, все, дальше закончим эту работу, чего-нибудь не нашли там, давайте не будем зависеть от ситуаций никаких, сейчас мы все это на шпилечку поставим, смотрите, давайте, смотрите, каким образом можно делать шпилечки, это тоже хорошее влияние знания, когда вы хотите что-то закрепить, будь то шишечка, будь то какие-то вот такие вот физалисинки, мы нарезаем, проволочкой герберная, она, конечно, тоже мы ее так называем, герберная, она вот так вот выглядит, ее тоже можно купить именно в цветочных магазинчиках, в профессистических фирмочках, делается вот такая шпилька, ну, честно скажу, женскую шпильку нельзя, потому что у нее кончики здесь кругленькие, да, когда мы в волосы втыкаем, чтобы не поранить, а вот поэтому, а форма шпильки у нас вот как раз и выглядит так, мы протыкаем в оазис проволочку, тогда никуда он уже у вас не денется, и вот так около, мы можем не только сам физалис, но и саму веточку вот так пришпиливать, вот кому там, чтобы видно было, видите, вот она появляется, да, один физалис я насквозь пробила, другой вот таким образом, куда еще у меня каких-нибудь несколько, и вот так вокруг, если мы сделаем сильное яркое пятно в противовес вот этой длинной, да, пряди, еще чуть-чуть сюда выведем, вот таким образом мы получим получим некий баланс, чтобы нам не было, не было у нас ощущения, что наша свеча и вся эта композиция, она заваливается куда-то, но для этого очень, если здесь рыхло, то здесь должно быть очень плотно, ярко, еще мне, дай, пожалуйста, проблочку, как можно больше, кстати, что-то я не то делаю, потому что я уже, перчатки я только для хвои обычно ношу, ну вот, спасибо, вот, совсем другое дело, на самом, вообще важно, очень, знаете, я честно признаюсь, флорист, счастливый человек, садовник, человек, который с ландшафтами работает, потому что он первым получает ту энергетику, которую дают нам растения, они, когда уходят, ну, так уж призвание у них такое, да, тем более, когда мне говорят, ой, Лена, как тебе не жалко резать цветы, надо всегда помнить, что когда вы срезаете цветы, вы освобождаете корни, вы таким образом даете корням развиваться дальше, расти, наращивать силу, мощь, поэтому никогда не переживайте, что вы срезаете цветы, это очень полезно детям делать, я когда еще была маленькой, я даже не знала, почему, но меня все время тянуло в луга рвать травы всякие, вот я ходила просто, я иду о чем-то своем, думаю, и рву вот какие-то такие букетики, веточки, видимо, таким образом интуитивно я чувствовала, что да, мне это дает энергию, какую-то силу, природа таким образом нас поддерживает, вот поэтому имейте в виду, что рвать цветы даже нужно и полезно, а особенно с ними работать, вы с ними делитесь, вы им даете свою энергию, а они вам дают свою, а еще если вы делаете это для кого-то, вы свою энергию, еще передаете эту любовь свою, да, свои добрые, хорошие пожелания и чувства, вы передаете тем близким, для кого предназначены эти цветы, этот букет, эта композиция, эта работа, я всегда говорю о том, что флорист, когда берется за работу, как повар, да, как любой человек, который дает что-то, делая для кого-то, он должен это делать обязательно с хорошим настроением, положительным, совершенно в духе настроенном, да, чтобы было ощущение праздника всегда на душе, а он должен быть, даже хотя бы потому, что вы прикасаетесь к такому чудесному, существующему на земле, это премода, это мое вот кредо, вам честно скажу, я с этим живу, и когда мне очень плохо, меня всегда спасает лес, всегда спасает огород, когда ты закатываешь рукава и вперед, все, все эмоции плохие уходят, все остается где-то там далеко позади, когда ты там спашешь парочку грядочек, или вырвешь целый тазик сорнячков, которые я тоже очень люблю, потому что они мне дают, их тянешь, думаешь, господи, как мои цветочки вздохнут, сейчас легко, а им говорю, ребят, извините, вы и так выживаете хорошо, а цветочкам нужно все-таки питаться, вы у них все забираете, но те же самые сорнячки, уверяю вас, они точно так же, когда вы их вырываете, они отдают вам все, они делятся с вами этой энергией, я тут разговорами немножко увлеклась, короче говоря, сейчас еще надо чуть-чуть такую спустить, шапочку небольшую, и закрутить это все еще чуть-чуть сюда, Анечка, это мы тебе доверим, смотри, немножко, на немножко хвостик вот сюда выводишь, вот сюда, а здесь пошире делаешь, хорошо, действует, поняла, как делаю, да, все, давайте дальше пойдем, потому что время идет, а мне хотелось бы вам очень много чего показать, ну что же, вот тут у меня должен был быть помощник какой-то один, который пока мы так ковыряемся, готовит мне столик к следующей работке, ну у девочек еще опыта нет такого ассистирования, они у нас сейчас дебютируют, это очень хороший, кстати, опыт, сейчас я их немножко погоняю, зато в следующий раз они будут все быстро очень понимать, ну что же, давайте теперь перейдем с вами, таким, ну вот мы посмотрели интерьерные работы, такие подсвечники, работа на самом деле все сегодня интерьерные, но кое-какие букетики я тоже бы хотела показать, когда вы идете в гости, это не ручками делается, тряпочкой, да, вот, а когда вы идете в гости, вы идете с каким-то подарком, вы хотите чем-то удивить, и очень часто вы придумываете, а что же можно сделать такое, чтобы убить сразу несколько зайцев, ну, говорят, за двумя погонишься, ничего не поймаешь, вот это, давайте сюда форму, и мы сейчас с вами сделаем такую альтернативную елку, подарок, композицию, вот посмотрите, как было сделано начало, сначала, я заранее это сделала, потому что времени на это уходит очень много, вот в этом горшочке, видите, в этой вазе, есть дырочки такие, мы такими усиками, как вот я показывала вам, как коврик, закрепили здесь усики, и прокладывали веточки, прямо прикручивая к вазе, это не отдельные веночки, это все единым сплетено, первый ярус был из березовых веточек, второй ярус, мы сделали гирлянду из шишек, вот как там, видите, шишечки висят, гирлянда, мы вчера вот ее использовали, да, шишки на проволочке, несколько виточков вокруг, тоже усиками закрепляли, и последнее колечко у нас было сделано из сосновых веточек, все очень просто, Анечка, там перчаточки, вы добра мои, давай, пожалуйста, ага, спасибо, сейчас мы будем работать просто дальше с елочкой, и хвою-то я сейчас хотела взять именно другую, для того, чтобы фактуры были разные, и я еще хотела попросить у девочек, дайте мне, ага, елочки, правильно, молодцы, и дайте мне, пожалуйста, разных шариков, там вот много всяких, можно даже золотых каких-нибудь, а всяких разноцветных, то есть не принципиально, да, веточек побольше мне елковых нужно, всяких, и можно крупных, можно мелких, посмотрите, какую можно альтернативную елку, а-ля интерьерный такой объект, сделать, имея, давай, давай, вот, спасибо, сделать вот в такой форме, ну, прежде всего, вы знаете, что елка формы имеет треугольные, тут никому Америку мы не открыли, да, сама ветка еловая, она тоже имеет форму треугольную, видите, да, вот она такая, она как бы, каждая веточка, она имитирует елку в разрезе, вот она такая и есть, и если мы ее вот так поставим, ну, может быть, с одного ракурса это будет выглядеть как елка, но, извините, если я смотрю сбоку, это всего лишь, да, какая-то плоскость, которая никак не создает нам впечатление елки, поэтому, мы с вами будем импровизированную елку делать сейчас, сразу же, единственное, о чем я всегда говорю, а где мой мусорная коробочка, а, у меня мешочек есть, извините, вот, хотя эти веточки я даже не буду сейчас выбрасывать, они нам все внизу здесь пригодятся, единственное, что я заточу, что называется, вот этот вот спилик, я сделаю его остреньким, потому что вот этот кусочек оазиса я буду сейчас заполнять еловыми веточками, но тоже я должна присматриваться, очень серьезно смотреть, чтобы была хорошая макушечка у каждой веточки, да, она должна быть четко выраженная, потому что моя елочка, она должна очень быть похожа на настоящую, но только она будет собрана из веточек, смотрите, что мы здесь с вами, чего мы достигаем, во-первых, мы бережем природу, и не срезаем все елки, есть хотя сейчас питомники, которые специально выращивают елочки, это очень здорово, но в данном случае мы не могли себе позволить срубать елки, мы только вырезаем нижний ярус, который и так надо убирать, для того, чтобы елочка была пушистая, поднималась хорошо, а вот мы срезаем только самые нижние веточки, при этом елка сама остается цела, невредима, и продолжает нас всех радовать, здесь можно взять 3 веточки, 4 веточки, можно взять длинные и короткие, это дальше уже в процессе будет, еще мне нужна зеленая, зеленая в оплетке, я не вижу, кто работал в последний раз, пожалуйста, дайте мне, ага, вот спасибо, все нашли, нашли, вот смотрите, если мы сейчас до этого с ветками работали, натуральным цветом, да, вот такой вот к веткам подходящим, то здесь желательно работать вот с такой, хотя стволик у елочки тоже натурального такого цвета, можно и такой использовать, такой, какая больше нравится, и теперь смотрите, начинаем строить елку, то есть мы будем монтировать уже, она у нас будет рукотворная елка, здесь кусочек уазис у нас сохраняется, ставим сначала четко, давайте вот такое движение сделаем, подкнули, часть елки у нас появилась, там что у нас с шариками-то происходит, появились шарики, это мало, иногда крупные, там всякие есть формы, много и разноцветные, девчонки, повеселее, так чтобы было, дальше смотрите, следующую веточку я разворачиваю, видите, есть изнаночная сторона, вам хорошо видно, мне нет, потому что против солнца, против света смотрю, вот есть лицевая, есть изнаночная, изнаночная сторона, да, веточка растет вот так, поэтому вы ветку ставите, так, чтобы она лицом была к вам, перпендикулярчик строим, заплетаем веточки между собой так, чтобы они пронизывая друг друга, составляли мне единый стволик, вот так вот, перпендикулярчик такой образовался, установили, можно сразу их скрепить, чтобы потом не мучиться, все хором не собирать, на тоненькую выводи, на тоненькую, носочек такой только хотелось, чтобы спиралька такая еще, только у нас, смотри, тоненький хвостик сюда выходит, по движению, вот посмотрите, я сделала одну связочку, и если вы покрутите, вы видите, уже какой-то объем появился, да, всего лишь пока есть двух веточек, соединили, ну, можно еще верхушечка, она должна троиться, вы сами знаете, когда троиться начинает, если... да, бывает такое, что в лесу тут сгубают макушечки, потом вдруг ты обращаешь внимание, то, что вдруг откуда-то появляются две-три макушки, вот теперь смотрите, я беру ее веточку более короткую, почему я ее беру короче, потому что тут уже макушка есть, да, если я еще начну еще какую-то сюда громоздить, то у нас сверху будет очень толстая, зато посмотрите, какие прикольные есть еще веточки отдельные, да, которые как раз мне помогут поучаствовать в этой веточке в переплетении, тоже ее хорошо заострим, так, и теперь с противоположной стороны заводим, и уже немножко в диагональном распределении материал, потихонечку по диагонали, то есть нам надо добавить вот этих веточек пушистости, чтобы у нас елочка все-таки получилась как сформированная, рождественская, пустая, но понятно, что это небольшая, хотя я вам честно скажу, из таких гигантских веток можно сделать прям такую практически натуральную величину елку, не такую маленькую, а даже хорошую, мощную елку, из-за них только веточек, единственное, надо продумать крепление внизу, чтобы это держалось очень хорошо, крепко, не падало никуда, и мы сейчас таким образом закрепим, веточки, конечно, должны быть хорошие, это можно сделать и со сновыми веточками, вот следующая работа у нас как раз с вами будет полностью сделана из сосны, такой подарочный вариант, так, и она падает, по-моему, я просто стою сейчас, да, немножко ее отравняем, так, покрепче, сбоку, концентровать надо, вот смотрите, что у меня дальше, что должно произойти, у меня должен вот этот круг соединиться с елкой, видите, если здесь достаточно уже, ну вот еще лысинка, да, согласны, но тут уже можно просто работать маленькими небольшими кусочками, небольшими веточками, которые нам только позволят, уже не, даже не прикрепляясь к стволу, создать вот эту массу, постепенно, посмотрите, создавая вот это движение, как у елки, да, веток в разные стороны, принцип вам понятия, все очень просто, легко, вообще ничего нет по листике сложного, попробуйте, и вы можете в этом году уже презентовать кому-то вот такую вот елочку, не просто с композицией прийти, а прийти уже даже с такой вот интересной рукотворной елкой, можно еще прикольнее сделать, можно чередовать, сейчас мы это с вами будем делать, мы будем смешивать хвою сосновую с еловой, потому что, смотрите, здесь у нас ель, здесь сосна, и мы постепенно, несколько веточек, и подружок, мы постепенно перейдем, смешивая таким образом сосновые веточки с еловыми, да, загадку такую, природы создадим, и можете даже задать вопрос, заинтриговать, сказать, вот у меня гибрид такой вырос, вот принес тебе, отгадай, как это, почему это, чередуя сосновые и еловые веточки, а вот у нас тут немножко на бочок ушком, поправим, посильнее бочок выровняем, вот добавляем еще, у меня, кстати, получается помощнее, потому что я стою около себя, держу больше, и вот так, лапки снимая, все ниже и ниже, опускаясь, но смотрите, нету конца, почему мне понадобились шарики, вчера мы с вами шарики затолкали, вон там в клетке, посмотрите, и как раз говорили о том, как можно интересно использовать шары, которые нам не пригодились в этом году, не модно было, например, мы говорили про то, что зеленый, или там синий цвет, золотом был не моден, мы елку нарядили совсем в других тонах, например, там в красных или в розовых, а шарики остались, и мы одну из комнат с вами оформили, каким образом, мы взяли вазу стеклянную прозрачную, и туда насыпали, просто насыпали шарики, так, отцентрой мне, надо еще веточку хорошенькую, вот эту там, вот, насыпали шарики, и таким образом, получили очень симпатичную, ну, заполненную шарами композицию, так, еще посильнее, вот тут вот просится, она немножко, она взгляд великолат, мы сейчас посмотрим, может даже ничего, вот она постепенно, такая загадочная, вот ухлысинка у нас, о, спасибо, хорошая веточка, так, еще так, и здесь поставим, теперь смотрите, можно еще немножко еле добавить, чтобы перемешать, вот это движение, чередование елового со сновым, было забавное, такое, а вообще, вот у меня где-то там трудятся, девочки, которые плетут гирлянды, в следующем покажем, да, элементам, мне бы очень хотелось показать вам, вы можете сами, очень интересные, плести гирлянды, как их идет, кто-то знает, я допускаю, что у вас много сейчас любителей, которые, и находят с вами, как что-то можно сделать, замечательно, здорово, что вы не ждете милости, вот природы, а сами многие вещи, поэтому, вот посмотрите, получается такая пушистая, пушистая елочка, можно что еще сделать, чтобы это получилось еще более, таким, для нас, например, флористическое, я вместо игрушек, очень часто бывает, использую цветы, почему вы еще увидели оазис здесь, вот есть такая стримерия, знаете, такое растение, да, мы знакомы вам, как маленькая лилия, очень долго стоит, очень красивая, вот, не удержалась, тоже, хотя у меня в планах не было в эту композицию это делать, ну, вот знаете, некоторые вещи у меня тоже происходит стихийно, я когда смотрю, и вижу, что получается, так сразу в голову, такое приходит, именно такое решение, вот этой композиции, так, немножко подрежем, уголочком, и внедряем, раз у нас здесь смешиваются разные хвои, почему, например, да, не внедрить сюда еще разные интересные цветы, и вот вместо игрушек, или, или дополнение к игрушкам, у нас там розовые шарики есть еще, вот в вашей кучке, которую вы у меня набрали, да, мы на разных уровнях сгруппировываем, с одной стороны парочку ставим, сейчас туда вот, цветочки, ну, вот честно вам скажу, я просто до корня волос флорист, поэтому для меня очень важны вот эти вот элементы живые, цветочные, поэтому вы увидите сегодня именно композиции тоже из цветов, в том числе, а вы можете, конечно, делать сами, какие хотите дома, и в том числе и с цветами, это все доступно сейчас найти, можно, очень, от этого у меня есть другая композиция, она не забрала, откуда вытащили, конечно, а немножко я добавлю, мне розовые нужны, фиолетовые такие не нужны, агрессивные, мне нужен очень такой мягкий, грязноватый, может быть цвет, потому что есть, посмотрите, патина, я и цветы-то взяла, посмотрите, не активные, тоже очень мягкие, чтобы они по цвету не сильно спорили вообще со всем этим решением, а еще, девчонки, где-то шишки были целые, пакет, еще какие-то шишечки, простые шишки, да, которыми вы вели вот этот каркас мне, ну и можно еще один цветочек, уж, Коля, у нас тут возьмем, вот так вот, красные не надо, а вот давайте серебристые, если есть какие-то, ну золото пусть тоже будет, мне вниз туда нужно, шишечки нам нужны будут, ну и вот немножко цветочков, так вот, в основании мы закрепили, и теперь последними штришочками у нас будет уже декор, так, мне что-нибудь подадите хоть, чего-нибудь, возьмем, смотрите, мы возьмем теперь шарики, самые разные, даже вот я их, давай шишечки, о, спасибо большое, посмотрите, у нас есть шишечки вот накрученные, а есть шишечки простые, без скруток, мы заполняем вот эти оставшиеся пространства, шишками заполняем, таким образом, чтобы пустоты у нас закрылись, и шарики, которые у нас есть, мы еще туда внедрим шарики, немножко совсем, такое добавить новогоднести, ну шишечки здесь очень хорошо подходят, можно шишки дальше еще, здесь где-то разбросать, да, и возьмем какие-то еще игрушечки, ну вот эта игрушечка, она с одной стороны вроде бы как что-то есть в ней старинное, да, вот видите, легенькая, такая несложная, а есть вот такая игрушка, она более еще подходит, и вот эту верхнюю часть, можно завесить уже разными игрушечками, но желательно, чтобы они были очень-очень спокойные, чтобы они подходили нам к вазе, к форме вазы, к качеству вазы, да, такой не агрессивной, не назойливой, и не лезло сильно в глаза, может быть, это несколько всего лишь игрушечек, и они могут уже расползаться во всей композиции, так вот это мне уже не надо, это мы уже снимаем, потому что материал надо чувствовать, вот, нет, это красиво, оно не подходит, убираем это, вот мы возьмем вот такие, вот какие-то вот грязный цвет совершенно, да, это сюда точно подойдет, сейчас я сразу же отберу, вот таким образом, вы, к сожалению, видите, вчера очень мало времени, у нас было много работы, поэтому мы не все подготовили, так, но на самом деле, тут немного времени, серебристый, хорошо сюда шарик подойдет, девочки, вот сейчас мне нужна помощница, сюда надо буквально прикрутить, чтобы я быстро-быстро зацепила, вот эти шарики, сюда идите, куда пошла, девочки, можно объяснить, что это за сплета, я все дам, сама приди сюда, я все дам, все, вот смотри, вот эти вот вещи, просто сделаем усики, мы закрепим дальше, один, вот еще зеленые шарики, мелкие, еще зеленые шарики, можно вот эти тоже сюда закрепить, симпатичные, вот у нас есть очень хорошенькие игрушечки, их несколько штучек, как раз вот мы сюда их используем, и вот эти шарики, ты поняла, что ты им привязываешь, пока мы оставим за этим занятием, помощницу, а сами будем двигаться дальше, так, работа еще не закончена, спускайся сюда, вот здесь вот можешь делать, вот так вот, тоже туда спускайся, вот свой пакетик, и делаем, так, пока не закончена, эта работа, мы передвигаемся к следующей, потом вернемся, и еще с таким же тазиком, мы поработаем, как вот эта форма, потому что они у нас уже идут группами, все убираем, есть еще форма, посмотрите вот на эту форму, здесь мне уже понадобится, перерывчик уже, ради бога, давайте тогда сейчас маленький перерывчик сделаем, что так, не хотите, а, это у нас в Доме цветов, есть такие вазы, ну, здесь я не знаю, в Устюге у вас есть такие, нет, в Вологде у нас есть такие вазы, причем, знаете, всяких форм там, таких только, очень много разных, так что будете, пожалуйста, звоните, найдем вам, давайте сейчас мы делаем перерывчик, вы можете поближе подойти, посмотрите, я пока дальше подготовлюсь, чуть сблотну, такая альтернатива фруктовой вазе, у нас сегодня будет их две таких, два варианта, я сразу попрошу приготовить тарелочки, мне две, оазис, сразу же, девочки, пока что будет, пока я одна показываю, у вас уже будет ремочка, мне все заготовить, значит, оазиса кусочки, две тарелочки, можно спилы еще березовые у нас были, тоже сюда приготовить, пожалуйста, и так, посмотрите, что мне понадобится для этой работы, ну, во-первых, из магазинчика, мы притащили фрукты, и в данном случае, я хочу взять апельсины, для этой работы, несколько апельсинчиков, сразу что, Новый год, да, дальше, просто вот, и даже придумывать больше ничего не надо, замечательный, такой вот, девочки, у меня еще тряпочка, нужна эта лазочка течет, делали без этого, без целлофана, да, без целлофана, без целлофана, такие вот, вот это декоративные вещи, их обязательно делаем, прокладываем целлофан, потому что они текут, чаще всего, иногда и везет не текут, но чаще всего текут, так, итак, мы взяли, приготовили апельсинчики, можно еще взять несколько лимонов, они тоже очень хорошо нам пригодятся, если есть желание, пожалуйста, яблоки, если вы хотите сделать такую фруктовую вазу, из этого, ну, понятно, все помыто у нас с вами, и шпажки, шпажки продуктовые, на них делают, вот эти, вы знаете, из фруктов, шашлычки, понятно, что делаете все это чистыми руками, понятно, что это должно быть помыто, и не, скажем так, не грязно, чтобы ваши близкие могли сразу в пищу потреблять, нет, мне сюда ничего не надо, этого достаточно, этого, только знаешь как, положи сразу на тарелочку, а то я на это зелененькое, сейчас обязательно наступлю, знаю, мою, так сказать, итог, неуклюжесть, ну, что ж, итак, смотрите, каким образом мы сейчас вот это будем превращать в такую а-ля фруктово-кондитерскую вазу, которая будет и красивым украшением, стола, и в то же время назначение ее именно вот такое вот, елка, ваза, фруктовница, мы на шпажки нанизываем фруктики, и ставим их, вот эти, ой, запах, пошел, ума сойти, да, и вот таким образом заправляем, распределяя равномерно по всему пространству, закрепляем, можно на разных уровнях, апельсинчики, у меня, кстати, где у меня светлые, не хватает фруктиков, как-то маловато, кто тут на них нет, не покушался, а то как-то мало, у нас еще одна работа с фруктами, но там на самом деле не так важно, там больше стоит сама композиция, и так вот, мы смотрите, и повыше, у нас оазис везде, видите, мы внутрь внедряем, и в глубину, но вся форма заполняется только снизу, сверху мы ничего этого не ставим, берем, еще возьмем апельсинчик, потому что у вас большая, ну и вы понимаете сами, что у вас народу есть, и много придет в гости, и фруктов, если вам, например, гостей много, естественно, вам и фруктов много понадобится, если фруктик не очень большой, и вам не хочется его далеко прятать, то вы, конечно, и, какая-то веточка у меня странная приближилась тут, да, делаем так, чтобы даже немножко за край свисала, вот посмотрите, таким образом, яблочки добавляем, таким образом заполняем пространство, укладываем, а только стоит, что подошел и побежал, вы только посмотрели, ой, кто-то у меня стащил яблоко, надо добавить, и дети еще так устроены, когда это просто горкой лежит, может и не возьмут, а вот когда это как-то интересно заправлено, как-то интересно оформлено, обязательно, даже те, кто не любит яблоки, или там апельсины, или какие-то фрукты, они обязательно схватят и понадкусывают, это уж будет просто как даже интрига определенная для детей, ну и взрослые, почему бы нет, все могут вот так угоститься из такой вазы, импровизированные, добавим еще лимончики, ну вот может быть я чуть-чуть здесь коррекцию некоторую внесу, чуть-чуть простригу вот этот нижний ярус, чтобы все-таки фрукты наши больше были заметны, больше их было видно, и покороче сделаем, вот так вот, вот, как мне больше нравится, потому что слишком замаскировано, когда не совсем понятно, а когда вот так по краешкам все хорошо стоит, закреплено, так, еще добавим, всего-то видите, вам и надо, ничего специального, дома есть супницы, из каких-нибудь старых-старых наборов есть, вот такие вот вещи, очень хорошо, вот такие композиции смотрятся в супницах, когда, ну, раньше традиция была, супницу ставят посередине стола с половником, да, там, серебряным, или верхиоровым, и разливаются, а сейчас уже прилетели на кухню, кто первый, тарелку налил себе, сел, ну, у кого какие традиции, у меня обзор не так, потому что никогда не получается, чтобы все собрались вместе, если только специально договорились, обязательно кто-то прискакал раньше, позже, кому-то надо уже бежать, кто-то только пришел, поэтому у нас вот, супницы точно не в ходу, и все супницы у меня обычно заняты под композиции, то есть тогда что-то хотя бы вот каким-то образом используется, так вот супница замечательная форма, вот согласны, она прям перекликается, вот с этой, я, кстати, когда увидела эту вазу, я сразу ее именно вот так и представила себе, что какая может быть альтернатива, а этот вопрос у вас обязательно возник, да, а что я, чем я могу это все заменить, так вот какой-нибудь симпатичной старинной супницей, который там уже лет 25-30, а у некоторых сохраняется и все 50, а бабушек еще сервизы остались, еще добавим, но это еще не все, вот такую работу мы еще, знаете, делаем с чем, вот сегодня, к сожалению, как-то вот тут девочки не сообразили, у вас магазин, по-моему, Алип, работает до с 10, а именно там продается контур, знаете, по тканям контур, на керамике наносят, такой тюбик, вот что мы делаем, я сюда не стала везти, думаю, наверняка у вас, ну не может такого быть, чтобы тут этого не было, самая дорогая, так, сейчас ведь рухну всей своей массой, вот, и призевали, пришли, и рано было еще закрыто, а позже уже вот увлеклись все, и не пошли, и для чего этот контур нужен, сейчас я вам объясню, в принципе, вы меня поймете, обязательно это примените у себя, в своей работе, следующим, что я здесь сделаю, это еще дополню композицию специальными подготовленными конфетками, посмотрите, вся работа, она на ярусы распределена, вот этот ярус следующий, я заполняю конфетками, дети еще хитрые, они вот тут вот открутят, конфетку вытащат, туда что-нибудь сложат и закрутят, это тоже бывает, особенно те, которым шоколад нельзя, это прям любимое занятие, так вот, вот тоже такая заманочка, да, веселая, если вы знаете, там можно конфетки вообще разные взять, мы взяли специально вот таких тонов, чтобы они такие рыженькие были, веселенькие, очень хорошо подходили для апельсинчиков, это такая веселая тема, получается, кто-нибудь мне может уже помогать накручивать эти конфетки, распределяем их все вот в этом ярусе, да, вот в среднем, заполняем первый ярус у нас фрукты, следующий ярус у нас конфетки, а вот нижний ярус, сейчас я как раз вам объясню, дайте мне шариков, а где шарики, которые должны были подготовить, я знаю, но к ним ни одной веревочки не привязаны, уже ко всем, давайте скорее сюда, шарики, вот что ты понимаешь, ступеная, так, смотрите, что вы делаете, ну вот у меня тут красные шарики, могут быть шарики золотистые, вот такие вот, здесь очень важно, чтобы на них не было никакого рисунка, допустим, ну если даже вот такой есть, то шарик, он такой с ангелочками, на нем будет неплохо поздравление, но тогда его надо вот тут писать, что в общем-то не очень хорошо, да, мы берем вот эту самую пасту, извините, контур, и на каждом шарике пишем персональное пожелание, да, любимому мужу, там, Сереже, там, со всеми, с самими светлыми чувствами, там, чего вы ему желаете, красиво, можно два слова написать дорогому Сереженьке, там, да, или милой доченьке, и так далее, и так далее, написали таких, столько шариков, сколько у вас будет вокруг стола гостей собираться, то есть это могут быть и членом семьи, и тех, кого вы сегодня ждете в гости, и даже вы завтра к вам придут, еще и послезавтра, Новый год, господи, он длится всю неделю, да, еще идут, 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 и все время вы обновляете, обновляете базу, она все время у вас живет своей жизнью, дети съели, вы повесили новое, тут все собрали тоже, и так далее, а шарики точно так же, следующая партия гостей, вы знаете, кто к вам придет, да, и персонально каждому написали пожелание, мало того, кроме пожелания, вы можете еще, например, для дочки, закрепить маленький конвертик, в котором эдак, так, тысяч, сколько, да, сколько не жалко, да, что вы хотите подарить, да, то есть это не пакетик под елочку, коробочка, да, как обычно, традиционно, а это тоже под елочкой, но только уже в таком виде, или маленькая коробочка с ювелирным украшением, это тоже будет замечательно здесь на вазе, а как это закрепить? Смотрите, очень есть простой, симпатичный способ, в каждом доме найдется вельевая прищепка, вы ее только берете и декорируете, хотите вот таким вот снежком, хотите, да, маленький, из синтепончика скрутили, может быть, вырезали, например, из фетрика какую-нибудь маленькую, там, я не знаю, елочку, игрушечку, что-то такое, что на прищепочку вот так прикололи, приклеили, и потом за край вазочки, или вашей супницы, закрепили, и таких у вас столько будет прищепочек, сколько вы ожидаете гостей, вот с этой стороны, сейчас мне там не ловко, бумаги там тоже закрепили, и потом, не вот тут, это очень, ну, просто, да, а именно вот здесь, вокруг вазочки, вот на эту прищепочку, и подвесили все ваши шарики, так, чтобы они, хорошо было на них видно, кому предназначено то или иное поздравление, или приглашение, или там, я не знаю, может быть, на елку билетик, и так далее, то есть все, что вы хотите своим дорогим, любимым подарить и пожелать, вот на этой замечательной елочке у вас и появится, на этой композиции, чуть-чуть поклеще, закрепили шарики, ладно, а то они опаливают все, вот таким образом, еще можно, есть у нас еще, есть, и так может вся, вся ваза быть завешена, пока не соберут все, что тут предназначено, да, вот покрупнее, пометить, ну, вот этот шарик, он все-таки у нас уже, без поздравления, а мы не будем нарушать здесь традиции, Коль, нет золотого еще шарика, еще золотой шарик, на него повесим, тоже может быть выше, ниже, это уже высота тоже не особо играет, даже хорошо, если они чуть-чуть ниже к столу, туда опускаются, вот такая вот веселенькая, все можешь забирать, я образец такой сделала, со стола все лишнее убираем, посмотрите, очень прозрачно, а конфетки все-все прикрутили, да, девчонки, так, и еще есть один момент, который вы можете использовать, вот такие, например, взять, ну, вот у вас прянички только такие вот продавались, да, а вы знаете, есть очень многие пекут сами прянички, знаете, такие плоские бывают, имбирные прянички, только вот аккуратненько проковыривайте дырочки, и еще, среди конфеток, могут появиться пряники, понятно, то есть, а елка у вас, не упаду, не упаду, я уже все чувствую, я разок, все, я сейчас все уберу, спасибо большое, это золотка, значит, понятно, можно что сделать, можно еще как в старых традициях, орешки заворачивать, фольгу, проволочку, да, какую-то, еще орешки, но вот здесь вот принцип, очень важно, можно все перемешать, ну, и что, получите обычную елку, здесь как раз интересно, вот эта ярусность, она и должна соблюдаться, тогда эта композиция будет отличаться от совершенно другой композиции, в этом ее и самобородность, понятно, да, вот вам, очень быстрый экспромт, который вы можете сделать на основе, там, не знаю, кастрюльки, супницы, но обязательно, вот вы поняли, что здесь обязательно должен быть бортик, к чему приступить к прищепку, можно прищепки и тут закрепить, но опять же, совершенно другой уже получается смысл, понимаете, и потом здесь четко выделено, где надо искать, не так вот, если вы хотите поиграть, найди за три часа свой подарок в этой елке, то тогда да, куда-нибудь зарыть там и так далее, а здесь как раз очень важно, чтобы пришли и сразу увидели свои имена, сразу увидели, да, кому назначается этот шарик, вот такая игра, спасибо большое, убираем, так, следующая работа у нас сейчас, где у меня Лена, ты делал что хочешь, мне только главное убить тебя сюда, я дальше уже могла двигаться, со мной не советуйтесь, значит дальше, следующая работа, сейчас у нас Лена, приготовилась здесь пока мы, эта работа очень такая кропотливая, поэтому мы сильно-сильно заранее ее делали, и эта работа традиционная, классические гирлянды, которые я вам хочу показать, и как они делаются, я расскажу, а потом Лена у нас закончит эту работу, чтобы уже вы увидели в законченном виде, посмотрите, вы, наверное, сейчас, особенно, кто бывает где-то в Европе, или сейчас вообще везде это можно увидеть, видите гирлянды, цветочные, флористические, хвойные, из разных веточек, из разных таких вот хвойных листиков, и даже с шишечками, с ягодками, вот такие гирлянды, здесь мы специально взяли коротенькую, для того, чтобы вы реально увидели окончание работы, вот начало, допустим, я вам сейчас покажу на вот этом пустом конце, тем более, что гирлянда так и делается, есть гирлянды, которые в одном направлении плетутся, они очень длинные, и здесь логика движения вот этих вот веточек, она, собственно, вот одно направление, можно его оставить, единственное, что всегда, как вам сказать, сохраняется объем, вот, например, мы начали с тоники, да, и такую же гирлянду можно просто поставить, и сделать такую елку, импровизирована, она высохнет ее, можно сбрызнуть чем-нибудь, можно сделать, подвесить гирлянды, но тут уже движение будет совсем другое, вот посмотрите, я, этого мы не видим с вами, я начну и покажу, как вообще изготавливаются такие гирлянды, прежде всего, вы имеете много разных материалов, можно взять вот это веточки бруснички, вот это веточки елочки, эвкалипт мы взяли очень красиво, и я еще хочу сказать, что эвкалипт дома иметь очень полезно, особенно когда он сухой, он очень пахнет хорошо, но самое главное его действие на антисептическое имеет свойство, и очень хорошо для людей, у кого проблемки с дыхательными органами, да, и так далее, вот с наспорком, и кашляем, и так далее, веночки очень хорошо в доме иметь из эвкалипта, и вот мы взяли 4 вида, вы можете взять больше, можете взять только из одной елки, можете взять только из одной брусники, но мы взяли разные, чтобы это было сейчас поинтереснее, и так, что вам понадобится, это заготовки, которые сейчас я покажу, как сделаем, потом мы взяли бумагу, как я шарик вам делала, да, то же самое мы сделали, только из бумаги, такую вот колбаску, тоненькую с двух сторон, это может быть длинная, может быть короткая, и замотали все это скотчем, можно пропустить еще для крепости, потому что если гирлянда большая, тяжелая, внутри обязательно должна быть проволока, или веревка, в зависимости от того, какой легкости, какая провис какой должен быть, да, если у вас прямая линия, то лучше жесткую проволоку, если вы хотите провис, то веревочка, и так, что дальше вам понадобится, вам понадобятся веточки клои, какой-нибудь, собраны пучочками, посмотрите, какие они коротенькие, они все скручены, вот девчонки до вашего прихода, тоже занимались Золушкиной работой, делали вот такие маленькие венички, они приблизительно у нас, видите, одинаковой длины, они разные по фактуре, но длины у них практически одинаковые, если мы хотим такую гладкую иметь, гирлянду, если вы хотите ее иметь, такую растепанную, лохматую, где-то коротко, где-то легко торчащие, то там, конечно, вы делаете уже пучки разной длины, например, вы берете бруснику всю короткую, а еловые веточки очень длинные, и наоборот, то есть все зависит от ваших пожеланий, вот у нас 4 таких коробочки, вот у нас, посмотрите, из эвкалипта, такого, из популуса эвкалипта, вот такого, и бывает еще масса разных других видов эвкалипта, дальше, смотрите, мы проволочку делаем длиннее, чем сама гирлянда, то есть вот эта проволочка, для чего она нужна, чтобы потом ее закрепить, чтобы вам потом не придумывать, как вот отсюда зацепиться, чтобы не порвать, не сломать, поэтому заранее у вас уже есть проволочка, можно сделать конструкцию, подвесили, очень быстро, в подвесном виде тоже здорово быстро делать, ну, а мы вот так вот уложим и начнем с вами работу, начинаем мы с хвои, причем, мало того, мы возьмем хвою для начала именно, только отдельные маленькие веточки, не с пучка, почему? Кончик гирлянды должен быть тоненький, если мы возьмем такой лохматый, пропадает форма, а у нас форма должна быть гладкая, очень аккуратная, четкая, гирлянда праздничная, можно украсить балкон, можно входную группу, над дверью красиво можно подвесить такую гирлянду, прикручиваем, делаем 2-3 веточка, проволочка свободненькая, даже, вот я вроде отрезала, я, оказывается, не отрезала, а, сейчас, секунду, и прикручиваем, первые делаем веточки, тугие, крепенькие, потому что, сразу предупреждаю, когда материал свежий, что происходит, когда он усыхает? Да, он усыхает, и если вы сделаете не тугую связочку, он у вас выкрашится, я даже еще и рекомендую иногда делать основу немножко двусторонним скотчем приклеивать, немножко, много не надо, потому что вы будете сами все им прилипать, только начало самое вы сделаете, и затем, постепенно, постепенно, продвигаясь дальше, уже побольше пучочки прикладываете к самым кончикам, вот у меня они очень все пузатенькие, можно взять даже брусничные, только надо будет его хорошо-хорошо прикрутить сначала, делаем такие вот скруточки, обратите внимание, я же проволочку, я какую беру, да, чтобы она здесь не выделялась, не резала глаз, если здесь будут очень такие заметные, допустим, у вас не сильная натяжка, я даже иногда рекомендую, если нужно очень плотно, то как с мухом работаем, даже нитками, конечно, можно обматывать, можно, но только тогда у вас лохматости меньше получится, вот мы первый ярус сделали, кончается у нас пробочка, мы наращиваем, обязательно продолжаем, закрепляем следующий, то есть вот ее так вот скручиваем, но удобнее работать с короткой, когда вот маленькими веточками делаем, снова отрезаем, так, и теперь, вот когда у меня макушечка уже проработана, видите, самый кончик, я начинаю чередовать, прикладываю первый пучочек, брусничка у меня, на противоположной стороне, допустим, я возьму эвкалиптик, он еще такой лохматенький, поэтому я его укладываю, еще хорошо должна здесь примотать, но так уже под листиками, конечно, я залезаю, потом все равно немножко еще такой лохматенький, нам кончики не нужны такие сильно лохматые, вы можете их сначала ковышной ниточкой проработать, чтобы тоньше, чище получилось, вот мы прорабатываем тоненьким чем-то, есть, вот кончик готов, теперь мы берем эвкалиптик уже потолще, облуз берем, прикладываем, он уже, кстати, сухой, сухим тоже можете работать, вы можете из ольховых шишечек наделать веточки ольхи с шишечками, да, сделать маленькие пучочки и кое-где их еще включать, тоже очень здорово смотрится, еловый пучочек возьмем с другой стороны, такой менее лохматый пока что подбираем, ну и у нас с вами четыре должны быть веточки и бруснички четыре и так все время со смещением смотрите, вот девчонки мне, например, какие предлагали сделать, можно сделать полосатость, тогда все время, где идет эвкалипт, прикладывать эвкалипт, где идет брусника, брусника, ну популус, этот самый, эвкалипт тоже и елка и тогда у вас вся гирлянда будет вот такая как будто из полосочек, не по спирали, а по полосочке, если хотите спираль, совершенно верно, можно только постепенно смещать, здесь очень четко надо, прям четко-четко, чтобы формы такие были, хорошо читались, тогда у вас будет получаться именно спиралька, спиралька тоже очень здорово, вот вначале видите некоторые лохматости, я все-таки удалю, потому что нарушает сильно форму, вот когда закончите, вы еще подредактируете, я пока допустим прикладываю для скорости, а потом вы сами уже редактируете ниточками, ну допустим напротив нервной такой хвои я возьму популус положу, такой шахматный получится, да, или даже спиралька, как раз вот у меня он тут, я его сейчас еще сюда добавлю, но вот он слишком, на самом деле честно, скажу, лучше чуть-чуть делать таким чуть подсушенным, не таким сухим, потому что он все-таки еще отваливается, а вот когда будет все готово, тогда у вас ничего никуда не денется, он уже зафиксируется и будет всегда жесткой, хорошей формы, этот крючочек нам все время мешает, мы его вот так вот скрутим аккуратненько пока, и даже когда работать будете, вы можете его вообще замотать, чтобы он не мешал, и вот начинаем приматывать, следующий пучочек у нас идет, здесь у нас как раз русничка, с этой стороны мы поставим хвойку, вот так прикрутили, и с противоположной стороны у нас следующий эвкалипт, вот этот, и так далее, скажите, есть какие-то вопросики, потому что я сейчас отдамление, она нам закончит к концу занятия, все, всем понятно, да, леточка, можешь забирать свою работу, видите, вот она уже как потрудилась, сделала, заканчиваешь, там встаешь, скромненько себя, задираешь все свое добро, и вперед, ну что же, мы с вами продолжаем дальше, гирлянду мы посмотрим в конце уже, работа, когда она ее завершит, следующее, что мы с вами сделаем, что мы с вами следующее делаем, я сейчас, а давайте, такой резкий, чтобы был контраст, и у меня к этой работе приходит цвета, она будет вот уже заканчивать, чтобы нам побольше показать свою работку, так, посмотрите, вот такой подсвечник, это, кстати, киевский, если вы будете меня спрашивать, откуда он у вас, в икее, я когда его увидела, подумаю, да, и он, кстати, продавался там на распродаже, очень даже с неплохой ценой, мне так она понравилась, что вот я купила для каких-то свадеб, для проведения, да, цветочки, и мне нужны еще белые вам те веточки, только не всю пачку, не всю пачку, так, итак, посмотрите, что мы сделали, вот эти вот подсвечники, вот они готовенькие, да, это деревянная основа, к ним есть еще отдельные, мы их попозже вынесем, сначала, это мне не заставляет, это мне неудобно будет, вот, спасибо, несколько тоненьких, тоненьких, выберите самых изящных, не огромные ветки, а тоненькие, смотрите, что я хочу сделать здесь, поскольку раз вот есть такая череда, есть очень сильные, выраженные такие толстые свечи, тоненькие, мне не понравились массивные низ, и когда тут еще тонко, очень, какой-то легкий очень вверху получается, поэтому мы поставили такие толстые столбики, все-таки поскорее можно, прям вот мне немножко-то надо, потому что мне сейчас сразу показать, что я в какой материал буду использовать, посмотрите, вот эти веточки заготовлены, после, когда я уже отдам в работу эту вот композицию, я вам покажу еще, как сделать вот такую, ну кто не догадается сам, или кто просто не знает и не видел никогда, такие веточки, потом я возьму сосновые веточки, там более тонкие были, изящные коробочки, лысые, прям лысые, в оба вот такие, посмотрите, вот здесь вот как раз больше мне подходят, там есть прям длинные, тонкие, длинные, да убери вот эту пачку, вот пром, вон они лежат, посмотри сюда, Надюш, вот такие ветки, вот такие ветки, вот там они, девчонки, побольше, да, чтобы они были поизогнуты, почему мне здесь нужно, потому что очень статичный лис, и хочется здесь какую-то интересную связь сделать, такую историю, чтобы, не вижу своих секраторов, а вот они, чтобы соединить эти свечи, сделать их более воздушными, и они, эти композиции будут хороши и на свадебном столе, и на новогоднем столе, то есть в любом таком более романтическом применении, да, немножко что-нибудь, и вот еще у тебя хорошая торчет, вот посмотрите, это нижние ветки у сосны, у старой, при старой, там половина была уже мертвая, половина, вот они так, отсыхали, вот они, видите, уже отсохшие были, и я вот эти вот как раз сняла, потому что уже явно все шло к тому, что вот она, голубушка, вот посмотрите, какие чудесные ветки, вот они сразу же, так сказать, привели к тому, что вот именно какую-то форму такую, нужно сделать тиватую, очень интересную, и такую, которая бы соединила нам вот эти свечи, тяжелые, толстые, между собой, и поэтому сначала я вот именно устанавливаю буквально немного веточек, таких, которые прям практически в воздухе повисают, мне вот это пока немножко лишнее, чуть-чуть поползет, прям далеко не играет, пусть он стоит, и посмотрите, вот так воздушненько соединяем, вот это тоже можно убрать, а то я буду вот эти веточки не работать, о, красотища какая, очень такие легкие, хорошо, хорошо, хорошо поддаются нашему, так сказать, вмешательству, мы можем вот так хоть, вот прям все соберем, только девку не умею, это уж пригодится, смотрите как, прям сами, даже гнуть не надо специально, они сами развиваются так, чтобы было интересно, загадочно, и тяжелая, слегка среди них просвечивает вот эта форма, она там вроде цветочки, да, или что там, какой-то такой орнамент, короче говоря, он очень хорошо подходит тоже для праздников, и вот это вроде бы на первый взгляд свадебный подсвечник, он сейчас превратится у нас с вами в такой новогодний, зимний, рисунок у нас повторяется, то есть орнамент, который внизу, мы продолжаем эту симметрию, ну естественно, она у нас несколько такая видоизмененная, но тем не менее, здесь не подойдет форма, если вы, допустим, хотите асимметричную сделать форму, в этой композиции сложновато это сделать, хотя можно в эту сторону одного вида ветки сделать, в ту сторону другого, это тоже будет такой элемент асимметрии, но баланс мы будем все равно получать именно благодаря тому, что уравновешивать все эти стороны между собой их, так сказать, смирять, чтобы они были друг с другом дружны, все эти стороны, потому что асимметрия чем бывает и интересна, тем, что художнику приходится серьезно работать над тем, чтобы сбалансированы были обе стороны. и так мы сейчас вот эти веточки еще возьмем, может быть даже этого будет недостаточно, собирай, кое-где сейчас я добавлю, следующее, что мы возьмем, конечно, мне сложновато, потому что с вашей стороны я не вижу, я буду, как иногда выскакивать, а мы сейчас хитро сделаем, я сейчас переверну, сделав одну сторону, вот так, и заплетая, можно в принципе остановиться на этом, то есть добавить еще декор определенный и достаточно, можно сделать так, можно еще, допустим, ввести сюда белые ветки, это мы еще подумаем, потому что тут уже они лежали, они, конечно, предназначены для подсвечника, но если мы не успеем, если может быть успеем, это не сложно, не долго, заплетая немножко, сделая, сделая такой, развернем, что-то я еще в эту сторону проработала, здесь будет у нас по заключению, чуть-чуть, некоторые вещи надо поправить, ага, если прутем, нет, 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 пусть в воздухе висит, ага, вот так, вот сюда, посмотрите, какая графика интересная, то есть мы, сюда еще дырочку, мы над тяжелым таким плотным основанием создали такой ажурный, практически кружевной рисунок, и это, так сказать, несколько работ в эту облегчило, сделала ее сестра, сделала ее более изящной, теперь, что мы можем взять, у нас есть цветочки, хочется все-таки вместо игрушек, можно же игрушки новогодние еще, да, здесь как-то закрепить, но, честно скажу, хочется часто очень альтернативы, хочется еще добавить каких-то интересных фрагментов, цветочков, например, как здесь, вот разные, причем разноцветные, и мы сейчас с вами, единственное, мои ножницы теперь нужны, я их куда-то спрятала, красные, вот они, вот, теперь пришло время этим работать, честно скажу сразу же, вы смотрите, ножницы, это не инструмент для цветов, обычные ножницы, то есть, если вы видите, что я режу ножницы, это не значит, что можно цветы резать ножницами, это просто специальные, флористические ножницы, только цветы прорезаются ножом, даже не секатором, потому что сминаются, вот здесь вот, канадцы закрываются, и цветок плохо пьет, мы сейчас распределяем цветочки так, чтобы они нам закрыли, только закрыли основание, то есть, никаких длинных линий, никаких форм, таких, извините, линий, которые бы нам какую-то графику поддерживали, ни в коем случае, только декорируем само основание, то есть, тот оазис, который вы видите, это технический материал, если вы помните, я в начале, до занятия, говорила про то, что любой технический материал должен, что быть, задекорирован, в данном случае, вот цветы, как раз у нас такую роль и играют, декорирование, распределяем сначала один цвет, у меня вот тут три цвета взято, мы определяем сначала один цвет, сейчас я начало положу, что называется, потом у нас Света продолжит эту работу, а я пойду дальше, вот, закрываем сначала желтый, желтый цвет, я его обожаю, это очень солнечный, очень теплый, я поражаюсь, когда люди начинают, ой, мне только желтый, не надо, это цвет измены, господи, боже ты мой, как можно было на этот цвет навешать, это тоже темные силы какие-то действуют, честно, потому что ничего более солнечного, полезного, да, нет, чем вот этот желтый, оранжевый, да, он хорош, оранжевый, это танцующий цвет, цвет бодрости, цвет молодости, желтый цвет, здесь очень много нюансов, этот цвет, вот именно эти оттенки, это цвет интеллекта, здоровья, желтый, сочный, насыщенный, цвет солнца, богатства, это вообще важно очень, да, кто не хочет быть богатым, духовно ли богатым, я не знаю, физически ли богатым, как угодно, поэтому, когда приходит такой совершенно, ну, человек отставший, что называется, от жизни, и рассказывает нам, что вы что, этот цвет измен, ну, извините, Игорь Николаев там чего-то провестников разлуки придумал, а мы теперь, да, должны это все слушать и себе брать на вооружение, ни в коем случае, а вообще, если уж на то пошло, существует очень такая легенда, старинная, и вообще-то желтый цвет, когда его просто опорочили, что называется, сделали его цветом измены, совершенно искусственно, у Тамерлана была жена, он ее безумно любил, и это была очень преданная ему женщина, и он всегда ей очень свято верил, и никогда не верил, что она может ему изменить, и она его провожая на его бесконечные войны, знаете, да, из истории, всегда оклялась ему верность, и он даже не сомневался, и вот как-то раз, очередная война, очередной поход, Тамерлан собрался, уходит, и какой-то червь, потому что, естественно, его двор, зная такую сильную любовь Тамерлана к своей супруге, ну не мог не использовать интригу, да, и что же они заложили ему в голову, конечно, сомнений, он сказал, хорошо, если вот эти розы, которые я тебе подарил, пожелтеют к моему возвращению, то, значит, ты мне изменила, это услышали, и, зная свойства цвета, бросили розы в теплый, в горячий практически фонтан, и розы, ну конечно, да, если розу сушить, обычно она цвет свой сохраняет, она остается розовая, а здесь она, конечно, пожелтела, причем, вы знаете, что это за желтый цвет, сухой желтой розы, в смысле пожелтевшей розы, это грязный, какой-то там, я даже не знаю, как его желтым, ты не назовешь, но он изменил свой цвет, грязный в этом горячем фонтане, непонятно, что роза стала желтая, вернулся от Амиралана, сами понимаете, чем все закончилось, так, и после этого, вот так вот, совершенно искусственно, на желтый цвет навесили, да, вестник, не вестник, а, извините, это уже из песни, а что это цвет измены, на самом деле, опорочили и цвет, и жену, что, собственно, надо, чтобы историческая восправедливость все-таки, восторжествовала, совершенно верно, ну, и так далее, в общем, желтый цвет мы с вами пользуем на всю катушку, очень полезно, и, вы знаете, есть такое, даже, наука цветоведения, когда лечат определенными цветами, и когда вы чувствуете, что вам что-то не хватает, какой-то, вам нравится сейчас красный цвет, это о чем говорит, да, в вашем организме, что-то происходит, и если почитать, то можно понять, за что отвечает красный цвет, это либо нервные расстройства, очень сильные, да, сиреневый, фиолетовый, кстати, тоже, очень, когда много вам его хочется, да, если у вас зеленый цвет печени, синий тоже печень, поджелудочный желт, и так далее, это целая наука, и вы смотрите, вы пытаетесь, у вас депрессия, повесьте дома, перед окошком, прямо на окне, какой-нибудь витраж, ярко-оранжевый или красный цвет, можно туда синие, зеленые цвета, включить красивые, нарядные, я тогда была, ой, дай бог памяти, лет 17 назад в Америке, в Узиане, мы проходили практику, именно вот по питомникам, и я очень хорошо помню, мы жили в семьях, такое волонтерское было у них движение, они тогда брали русских, ну, 90-е годы, сами понимаете, вы такие бедные, несчастные, нас ведь надо учить, мы сами ничего тогда якобы не умели, на самом деле, все это так, ну, очень-очень, все условно, и вот мы жили в семьях, на самом деле, нам было очень интересно, потому что мы впервые попали вообще в какую-то страну, в Америку, в далекую такую для нас незнакомую, и вот в семьях, в которых мы жили, знаете, я обратила внимание, что у них у всех петраж и окна, что значит петраж? Окно, и на присоске просто из стекла какой-то вот такой цветочек, стеечка, но она просвечивала, яркого-яркого цвета, вот потом я, до меня только дошло, конечно, ты просыпаешься утром, день серый, а у тебя на окошке оранжевый цветок светится, ты на него глянул, и вроде как, да, говорят, надевайте розовые очки почаще, желтые, оранжевые, вот, пожалуйста, чтобы мир все равно, мы его не можем изменить, но мы можем, да, либо его увидеть по-другому, что, собственно, возможно, реально, ну, или как-то себя с ним примирить, вот, существует масса способов, цепи, кстати, тоже одно из сильных цветов, для этого, ну, и так далее, я уже заболталась, сейчас я передаю, Светочка, тебе, на вторую желтую, на вторую желтую, а, извиняюсь, вот эту, конечно, конечно, ну, это у меня, кстати, вот для этого специально обученный человек есть, сейчас она все поправит и все сделает, так, цвет потом назад вернешь на родину, ладно, все уносишь пока, я продолжу дальше, так, можно есть, кстати, помочь вынести пока все, а, да, 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 настольная тема, продолжаем в каменных кашпо, у нас, где-то не была, несет свою заготовку, которую мы уже начали делать, Алена, только начиная с неготовой, а, воп, воп, посмотрите, какие замечательные сейчас модные формы очень, но вы видите, у меня все вот, раз проскочило такое декоративное, а потом раз меня снова опустило, да, сейчас, правда, очень модно, вот, вот такое вот все, бетонные, тяжелые, всякие мощные, ага, спасибо большое, и так, не знаю, я бы сейчас ее видела, работу, ага, где-нибудь поближе, посмотрите, вот это такая, может быть, получится работка, для, ну, скажем, для какой-то симпатичной дамской комнатки, да, еще лилии, подойдите, вот цветочки, ладно, поближе, да, поставьте прям контейнер с цветами, эта работа будет тоже с цветами, но вы посмотрите, как очень симпатично, очень красиво, очень деликатно, можно сочетать цвета, вот сейчас вы видите здесь, суп, крашеный, видите, он сухой уже, крашеный, я из него сделаю первый поясочек, композиция выстроена, вы уже похожее видели, я не останавливаюсь на этом, я просто принцип построения вам композиции показываю, смотрите, на что я в этот раз обращаю внимание, на более модные такие формы, это ярусность, вы видели уже ярусами, вот одна работа, да, ярусами, вон та работа, сейчас будет еще одна ярусная работа, немножко иначе она будет выглядеть, это парная работа, одна у нас уже готова, я просто сначала покажу, а потом мы покажем вам результат, это делается для того, чтобы вы сразу много не утомлялись, потому что на самом деле, флористическая работа, ну, если вы специалисты, вы посидите еще какое-то время, посмотрите, а потом вам станет скучно, поэтому мне не хотелось бы вас сильно напрягать, просто какие-то начальные, такие вот, я элементы вам показываю, как это делается, оазис, кусочки сухие, вот они уже сухие, то есть вы можете не бояться, это никуда не денется, они слегка подкрашены, очень красивая палитра, такая дымчатая, зимняя, очень приятная, такая слегка, красится сухим или... красит свежим, свежим, причем вы можете сами красить, дуб великолепно, это дуб, конечно, этот голландский, но если вы заготавливаете дуб, вот ветки дуба набрали, он стоит великолепно, долго, вы его свеженьким прям покрасили, здесь краска водная, можно спреями автомобильными, но просто это дороже гораздо, лучше развели, колер окунули, пополоскали, вытащили стекло, выслушали все вперед, я всегда рекомендую все-таки добавлять ПВА, потому что когда водная, все равно она красочкой-то тянется, но вода попадет, а более практичная, когда с ПВА, с клеем, тем более если цветной колор, он не желте, ну желте знаю, уже ему не страшно, вот мы выстраиваем нижний ярус, его делаем погуще, листики такие, они могут быть и натуральные, кстати, тоже хорошо, но здесь будет поэффектнее, тем более мы берем конкретные цветы, конкретные цвета сюда, и заполняем это вот таким вот образом, разными, разной длины, вот это очень длинные, надо подумать, вот посмотрите, если попадается длинный лист, как мы делаем, мы снимаем немножко листиков, черешка, вот она, жилка, она тоже крепенькая, то, что он иначе луком очень сильно вылетит, и потом вставляем, замечательно, держится прекрасно, и так со всех сторон, вставим, следующий ярус, мы возьмем цветы, и мне вот очень нравится, это сейчас, уже в России у нас прекрасно научились, да у нас себя умели выращивать, господи, я даже не сомневаюсь, когда нас начинает заново чего-то учить, мне так странно, потому что Россия всегда была и умной, и опытной, и в общем-то, и образованной, ну, в какой-то момент нам начали внушать обратное, с чем я всегда была не согласна, потому что я знала очень много таких интересных, совершенно развитых людей, и когда мы с флористическими, ездим же много мы за границу, много там чего видим, да, мы отставали, потому что флористике вообще не было такого понятия, вы знаете, что, наверное, сейчас, по-моему, ввели, а профессий флориста не было в России, просто ее нет, нельзя было писать флористу, но всегда писали продавец флорист, или там декоратор флорист, тогда не было, вот сейчас вот вот нигде флористов она, по-моему, добилась, и то я так понятия не имею, насколько это окончательно уже принято, такое решение, но в трудовых книжках такого не писали, поэтому представьте, какое отношение к флористике, а когда я была в Японии на учебе, на работе, с Даниэлом Остом, это из Бельгии мастер, я вчера о нем говорила, так вот получилось, что он нас взял из 20 человек, 10 человек русских, именно для работы в своей на выставке в Японии, в Киотах, он оформляет каждый год, каждый год, сейчас туда ездят такие группы, он теперь с русскими работает, хотя даже европейцев не берет туда, а что я хотела сказать-то? Ездили в Японию на учебу, по профессии, о, спасибо большое, у меня бывает заносит, смотрите, у нас была экскурсия, мы, конечно, много работали, но потом нам такие замечательно устраивали экскурсии, просто сказочные, мы эти японские сады смотрели, в монастырях, как правило, эти сады, сад камней, в общем, все, Киота вокруг, вдоль, поперек, да, небольшие веточки, ага, объездили очень много, так вот, что нас поразило, нас привезли в школу, причем школу Экибана, только Экинобол, это всего лишь одно из ответвлений, это девятиэтажный дом, девятиэтажный, на каждом этаже, четыре подъезда, на каждом этаже, занятия, это государственное учреждение, вот что меня поразило, это мы просто, мы когда попали туда, то есть это не частная школа, это никакой, вот это, а это именно такое отношение к цветам, к флористике, мы были, ну, мы были просто удивлены, это такое для нас было откровение, мы подумали, что значит, все-таки, японцы же не дураки, они не зря этим занимаются, вот это вот для нас было, конечно, действительно, таки мы сразу себя как-то немножко, ну, больше зауважали, можно сказать, это было очень интересно, и неожиданно, ну, и так, мы вернемся, вот это вот московский совхоз, вот такие вот, посмотрите, замечательные вращивки ливии, мы вот их получаем, махровые, изумительные, недавно совсем они появились, мы использовать будем у этих ливий все, и цветы, бутоны, и даже вот эти вот листики, только мы их, конечно, уже будем использовать вот таким образом, видите, чтобы такое разграничение сделать между цветами и листьями дуга, вот, вот я теперь вставляю, добавляю такую вот основу, уже в виде зелененьких листиков, они более спокойны по форме, и немножечко, немножечко нижний ярус, этот вот так вот упорядочил, ну, я, конечно, до поры, до времени могу так отрезать, и отрезать, но вот целый ярус, мы из веточек лили сделаем, самих лили, мне тут достаточно двух цветочков, я их сейчас тоже разделю, и тоже буду промежуточки ставить, листики, веточки, вот эти, они стоят неплохо, тем более мы сейчас их все укорачиваем, такая проблема у цветка, вы, наверное, знаете, цветочек умирает только либо от старости, либо от плохого ухода, если розу принесли домой на голову, повесил, это не говорит о том, что она старая, нет, это говорит только о том, что ее плохо подрезали, потому что голова у розы тяжелая, а вот это вот тоненькое место, шейка так называемая у розочки, она очень тонкая, там самые узкие капилляры, очень узкие, и если вы длинную розу метровую поставили, конечно она у вас быстро-быстро-быстро-быстро опустит головушку, надо просто покороче подрезать, подарили длинную, замечательно полюбовались и будет, а дальше надо дать розе хорошо напиться, поэтому горячая-горячая вода, как только независимо вялая, она не вялая, принесли домой, горячая вода, опустили, подрезали, опустили, капилляры роза вздрогнула, капилляры открылись, и пожалуйста ставьте, подрезайте, ставьте на простую воду, лучше тепленькую, цветы хорошо стоят долго в холодной воде, но вот именно розы открываются как раз, когда у нее капилляры открываются, как раз тогда, когда она попадает в теплую воду, посмотрите, как здорово цвет подходит, видите, и еще нижний цвет, очень деликатное сочетание, это сейчас модно, не контрастные какие-то, яркие, а очень мягкие переходы, это может быть и яркий цвет, но он гордово, красный, розовый, такая палитра, рядом стоящих в цветовом круге цветов, вот это вот очень модно, и кстати, это держится уже достаточно долго, контрастное сочетание, это больше характерно, как исторически, для мужской композиции, женские сочетания, они всегда были, именно основаны на соседних цветах цветового круга, ну а сейчас, в общем-то, что мужчина, что женщина, такой у них секс, и там, и там, можно и треугольный букет женщине подарить, даме, а мужчине круглый, вот честно вам скажу, с чем я лично не согласна, для меня круглая форма, она все равно больше с женственностью сочетается, ассоциируется, да, а для мужчины все равно треугольник, он должен расти вверх, должен развиваться, он должен карьеру делать, он должен семью держать, но в жизни по-всякому бывает, но и сейчас, когда и дамы занимаются бизнесом, энергичные, активные, конечно, им треугольные букеты, или вертикальные букеты, хорошо подходят, а мужчинам более спокойные, дизайнеры такие сейчас есть, афористы, и даже больше, да, тяготеют красным, они сами себе, кстати, придумывают эти круглые формы, в общем-то, очень все по-разному, все зависит от характера, от темперамента, ну вот где-то, хотя форма у нас в основании не круглая, лежит даже бутончик маленький, вот этот мы куда-нибудь используем, и следующий ярус, мы возьмем хвойку, такую небольшую, так, и прежде чем я вам закончу эту работу, Алена принесет нам готовую уже композицию, готовую, чтобы вы видели, как она может выглядеть, а можно сделать немножко по-другому, и вот рядышком они могут стоять, могу понять, либо мне кажется, либо он завален, есть такое у вас ощущение, он просто может быть отрезан, так, ну это мы выровняем, ничего страшного, так мы можем зелени цветами, и вот дальше, так, вот, пожалуйста, ставим рядышком, посмотрите, какая может быть композиция, она может быть все в таких же очень, сейчас я отойду, я просто покручу сначала, там вы сфотографируете, смотрите, в таких же очень близких друг к другу цветах, сиренево-розовых, очень спокойных, очень нежных, что говорит о назначении этой композиции, да, при том, что очень тяжелый, такой бетонный низ, здесь может быть белая свеча, толстая, но поскольку у нас везде эти толстые свечи, захотелось, да, чего-нибудь более изящного, а вот смотрите, если бы я одну свечу оставила, это нормально было бы? Конечно нет, слишком что, тонкий верх, да, она такой именно козюлькой, тащит рожками, да, а тут слишком тяжело, поэтому три, как раз, можно четыре, ну вот если вы знаете, наверное, в Европе адвент, да, за четыре недели до Нового года выставляется парами свечи, первые свечи две, потом еще две, и каждой неделе новая, там четное число нормально становится, это в православии четное за траур, нечетное это, ну, любые другие праздники, поэтому там два цветка подарить, это нормально, два цветка что обозначают? Ты и я, это как раз признание в любви, вот скажем так, четыре цветка и так далее, у нас, конечно, два цветка, мы идем, мы все, прощаясь с людьми, я считаю, что здесь ничего такого нет, это традиция, и, конечно, надо соблюдать, тем более, у людей, это уже, да, недавно под коркой хорошо записалось, ну, вот посмотрите, первую вот такую мы сделали композицию, а эту можно композицию сделать иначе несколько, у нас здесь есть шарики, уже приготовленные, посмотрите, мы можем здесь просто закончить ее, чтобы сочетать, да, эти две работы, мы можем те же шарики, новогодние зелененькие шарики, из них просто построить такую верхушечку, закончив таким образом, эту композицию, но используя все те же цветы, и все те же цвета, то только более сделает, так вот даже, наверное, не стоит так густо, все равно это все с хвоей будет у нас, но лакушку, мы закончим, мы сделаем такую тяжеленькую, просто крупную форму, как вариант, это для того, чтобы вы, тоже мы могли бы точно повторить, но это уже не интересно, надо, чтобы вы видели различные возможности, флористики, и различные возможности, которые можно, что можно делать в дизайне, чуть-чуть, можно притопить немножко, у них же носики есть у шариков, да, кстати, у меня такое ощущение, что вот этот вот мельче, да, а этот крупнее, тогда вот мы этот сюда, а более мелкий, мы можем вот так поставить повыше, и затем его еще придавим, хвоей продекорируем, посмотрите, как они красиво, сахарно блестят, да, особенно, когда включается свет, иногда нас тут освещает, ну, вот теперь будем закрывать уже веточками хвои, сначала мы построим немножечко, добавим сюда и устом кильзиантуса, он тут у нас есть, и есть у меня еще вот такие вот, это для другого букета, конечно, предназначены, но есть еще вот такие вот, это плюмозус, он подкрашен, ага, я вижу, спасибо, подкрашен, хорошо, он подкрашен такими серебристой красочкой, спрей, в автомобильных магазинах у вас, кстати, даже мы купили, то есть, как вариант, можно так, можно его еще добавить одним ярусом, видите, вот таким нежным, легким, это тоже возможно, можно пропустить его уже лейтмотивом, через всю нашу елочку, то есть, в разных местах, это может появиться, как вариант, плюмозус замечательный, кстати, обратите внимание, он так законсервируется, и даже не осыпется, то есть, мне вот очень нравится тоже эта зелень, она для разных, совершенно, случаев жизни, и для свадеб, и для каких-то праздников, для Нового года, когда нужна легкость, легкая такая, такая альтернативка для хвои, для елок, а она, собственно, тоже достаточно формы, такой треугольный, имеет форму елочки, и вот так вот мы заполняем все пространство, есть у нас еще лизианту, знаете, вот это растение, да, очень тоже обожаю его, даже хотя бы то, что его не так часто, можно было видеть, не так как розовую гвоздику, все же таки, такая его тонкость, изящество, очень красивый цветочек, здесь мы делим его на несколько, груб, сейчас Алена нам продолжит эту композицию, да, Лена, вот я только буквально сделаю несколько, заложу, что называется, начало, может быть, пониже, бутончики мы можем выше ставить, то есть мы таким образом, листики толстенькие, ты уберешь, и только тоненькими, тоненькими веточками, на разных уровнях, вот эта форма небольшая, елочка, у нас получится, более крупные цветочки мы поставим пониже, такой между лилиями и шариками, да, а бутончики все, которые есть, вот чем хороша еще для этой именно композиции, и у стонка, еще ее называют лезиантус, кто знает, да, она именно тем, что у нее есть вот это тонкое движение вверх, и она нам позволит как раз построить вот эту форму елочки, сейчас мы Алене отдадим, она закончит, этот мы тоже пока уберем, потом парой выставим, хорошо, чтобы вы уже, можно Алене, вон на том, смотри, столики, вот хорошие столики, сюда будет, хорошо видно, тоже туда забираем, так, следующая работа, а судучок бордовый, очень хорошо, дай мне судучок бордовый, а подождите судучок бордовый, не, 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 давай вот ту вот, лодочку, просто композиции, композит, хочется чередовать, посмотрите, пожалуйста, есть вот еще такой металлический тазик, интересные очень формы, шарик, как изготавливать, я вам уже показывала, да, как сделать, так, сейчас, и все, мне нужны шарики, девочки, вот такие шарики, вон они лежат, муковые, вот, девочка, ой, Надя, здесь, сюда, и мне нужно немножко, листочек, блестящих, можно даже, наверное, или золотых нет, потому что у нас уже металл, хотел сочетать металл и золото, тоже нормально, ничего, а, разных, да, вот оттуда наберите, можно даже с девчонки снежных шариков, ну, таких беленьких, тоже хорошо, посмотрите, пожалуйста, тоже эко-стиль, вот, очень люблю всякие, вот такие замшилы, их на водчине у вас вообще полно, можно даже помочь, Вер Мениамин, не почистить, так сказать, усадьбу, да, Вер Мениаминна, прийти там пособирать, вот, я думаю, вы сами там тоже хорошо пользуетесь этим добром, оно полезно, очень пригодится всегда в работе, а шариков больше нету разве? Тут вроде бы побольше было, вот этих муков, кто наматывал шарики муковые? Где Катюха у меня? Кать, ты сколько мне шариков сделала? А где Катя-то? Да, вот, давайте, давайте, что-то вы тут порастерялись немножко, вот, это другие шарики, это, где металлический поддон, сразу мне их дадите, эти шарики, и сразу тебе готовьте, и длинный металлический поднос, где он, вот он, так, посмотрите, вот по этому принципу, который я вам показала, да, с ниточками, накрутили вот таких, вот образец у нас как раз был с вами, накрутили вот таких шариков, мох, я уже на нем не останавливаюсь, на этом способе, мы сейчас убираем, и мне нужны еще беленькие шарики, девочки, снежочки беленькие, ленинг, ну, попасть, пошукайте, бутинка, так, хорошо очень в таких композициях еще какие-то фрукты, но эти фрукты будут уже несъедобными, поэтому я сейчас их специально брать не буду, но у меня есть, например, вот посмотрите, шарики в Икее, где-то там продаются, знаете, такие сетки, их тоже очень хорошо использовать, хотя, что вам тратить деньги, когда вы можете сами наделать, из бечевки, вот тут вот шарик делали из спилеков, нарезали много-много спилеков, и такой вам, правда, форма немножко неправильной была, но она не шариком была, надо было какая-то вылепиться форма, но она, кстати, тут тоже неплохо смотрится, и так, что мы с вами возьмем, у нас будут нужны, тоже это такой декоративный элемент, дополняющий композицию, тазик можно заполнять водой, для того, чтобы хорошо вода там держалась, и цветы там держались, мы туда можем положить еще мха, прямо на дно, не в форме шариков, а прямо вот так, закладываем, немножко наливаем водички, потому что у нас здесь с вами будут стоять цветочки, среди, так сказать, шариков, очень такая симпатичная получается интерьерная работка, водичка у нас тут есть, дальше, посмотрите, я не зря взяла вот такие палочки, красивые, они, во-первых, вот этой своей серебристостью, очень что перекликаются с формой, в которой мы выстраиваем свою композицию, укладываем несколько веточек, не надо их сильно-сильно задирать, но мы единственное, должны их обязательно соединить, у нас есть для этого наш специальный, так что-то есть, но лучше лохматость, ну давай вот эти, а еще есть что-нибудь, нет, ну ладно, ну разрушать не будем, композиция, пусть будет так, ничего, это в принципе стеклянная факура, тоже хороша здесь, она очень гладкая, меховые, они будут собственно все меховые, меховые, меховые. Ну как, перламутровый давай, Вова, вот эти можно, вот такие вот, давай, эти можно. Нет, теперь уже никуда, я думаю, что мы тут не успеем работать. Итак, закрепляем, вот они здесь хорошо помоют, веточки, конечно, уже видите, сухие, да, все-все, вот красненький бы мне еще не очень купил, парочку, просто для сочности, потому что здесь цветы будут красные, так, серый с красным, да, очень красивое сочетание, дальше, чтобы эта конструкция держалась, более устойчивая была, да, мы обязательно еще, не, матвы точно не надо, только, ой, в смысле, вот эти вот эти, а эти не надо, все, супер, хороший набор, потому что мне как раз надо, закрепляем, сейчас, краешек пустоватый, сейчас так, а между ними попробуем еще внедрить какую-нибудь веточку, палочку, так вот, и кромочкой все это еще закрепим, вот тут еще хорошие крючочки есть, вот такая основка, все это можно заранее сплести, сюда прямо и положить, можно закреплять, можно не закреплять, потому что тут внизу, вот девочки, мне еще кусочки оазиса, если можно, небольшие, девчонки, смешите, да, меня, небольшие, и ножик, если он большой, то нож, только все вместе, такая конструкция, она не должна ровнуть, потому что все равно здесь, так вот все, быстренько, быстренько соединяем, получается такая интересная решетка, и посмотрите, вот что я всегда призываю, помнить, когда вы создаете компонент, контрастные линии, то есть такой дискомфорт, человек все равно устроен так, что вот его в раз ловит ту форму, которую задает основа, основа, вот у нас видите, такой вот уход, дальше, дальше мы возьмем несколько кусочков оазиса, небольшие совсем, их прокладываем туда внутрь, это для цветов, потому что мы свою композицию сделаем с живыми цветами, чтобы у нас хорошо они пили водичку, и шарики так укладываем, чтобы нам видеть, пока не все, только немного, причем разные, фактурки разные, цвет разный, здесь вот может появиться шарик, причем должны туда зарыть, а потом уже, появится вдруг вот такой шарик, здесь он появится, может и белые шарики, они нам нужны, чтобы такую чуть-чуть новогоднюю зиму, есть поддержать.